Я являюсь многопрофильным профессиональным инвестором. Почему многопрофильным? Есть профессиональные инвесторы в области фондового рынка. На фондовом рынке существует несколько направлений. Например, срочный рынок, спотовый рынок, облигация рынок, акции рынка, фьючерсов и т.д. Есть инвесторы в недвижимости, есть профессиональные инвесторы в разных подборах инвестиционного направления инвестиционных фондов. Есть профессиональные инвесторы венчурных рынков инвестиционных и т.д. Я являюсь многопрофильным, потому что я иные активы, иные инвестиции, и я инвестировал за эти 20 лет более чем 22 сегмента инвестиционного рынка. Их всего 22, тоже 25 не считать, но 22 основных, 12 самых популярных, которые в основном инвестиции. И вот, являясь профессиональным инвестором, в 2011 году я открыл Академию частного инвестора с целью просвещения людей по финансовой инвестиционной грамотности, потому что огромное количество людей сегодня финансово и инвестиционно безграмотно слышат, где-то можно получить огромное количество процентов. Я останавливаю, дорогие друзья, голосование. Благодарю вас очень за ваше голосование. Выбираем опрос и идем дальше. Так вот, что хочу сказать. Вот, привет из Лас-Вегас нам передают особый привет Андрею. Нателло, приветствую тебя тоже. Может быть, в мае месяце ты захочешь в Одессу, в свой родной город, приехать. Буду очень рад, потому что в Одессе будет мероприятие очень большое, всеукраинское. Поэтому, может быть, захотелось бы приехать в Одессу. Потом поговорим. Так вот, дорогие друзья, Арманд Мурмекс, который сегодня является, если я объявлю, сегодня делает это объявление, у нас в марте месяце, скажем, создался отдел развития многоуровневого бизнеса, в который вошли пока три члена правления. Это сетевики, профессионалы, это люди, которые своей работой показали достаточно высокие объемы, профессиональный уровень. В общей сложности я хочу, чтобы у нас было 9-11 членов правления с разных территорий мировых, где цель этого отдела развития многоуровневого бизнеса состоит в том, чтобы создавать многоуровневые продажи. И цель, главная цель в SkyWing Group, чтобы вы знали, это привлечение 15% населения в тех странах, в которых мы представлены. Представлены мы на сегодня, совсем недавно узнавать новость, 152 страны у нас, где у нас есть наши зарегистрированные пользователи. Если мы говорили 35 стран, то совсем недавно, когда Дмитрий Фьюссер, который возглавляет сегодня мединый отдел, выяснял, сколько же у нас стран, и оказалось, что 152 страны сегодня у нас зарегистрированы пользователи в SkyWing Group. Так вот, во всех 152 странах мое жгучее желание, чтобы мы привлекли 15% населения в поддержку проекта SkyWing. Для этого нам нужны суперпрофессионалы многоуровневых продаж, профессионалы в продажах, интернет-продажах, профессионалы в построении агентских сетей, профессионалы, работающие в области страхового бизнеса, профессионалы, работающие в разных направлениях, которые работают на комиссионные проценты. А чтобы вы понимали, таких людей в мире, 28%, которые от 22 до 28%, если точно, то от 22 до 28% в мире, которые работают на комиссионных, и для них являются основным средством дохода, это комиссионные проценты от тех проектов, где они сотрудничают с важными компаниями. Ни много ни мало, это 1 миллиард человек. Вот наше жгучее желание, это создать систему такую, оповещение, просвещение, консультирование и извещение о том, что такое SkyWing, какие есть возможности для того, чтобы 15% населения поддержало эту технологию в тех странах, которых мы представлены. Для чего нам это нужно, дорогие друзья? Для того, чтобы произошла быстрейшая реализация проекта SkyWing. И вы знаете, настолько быстро сегодня идет технологический прорыв, который невозможно остановить, невозможно каким-то образом скрутить его, придавить, придушить. И мы видим это на SkyWing. Но вот что совсем недавно меня обрадовало, вот совсем недавно обрадовало. Когда я был 22-го числа, Антон Дарьковский сказал такую вещь интересную, что разработал технологию струнного эстакады 4+, скажем так, где строительство 1 километра эстакады будет 1 месяц 1000 километров. Дорогие друзья, это новая технология, которая будет применяться. И я, конечно же, был вообще в таком, знаете, восторге, потому что всегда задают вопрос, Андрей, ну как же мы за 30 лет построим 50 миллионов километров дорог в огне? Мы не построим, будет строить SkyWay, а мы будем инициировать эти адресные проекты для того, чтобы они построились. И мы как SkyWing Group 4-го, 2-го апреля 2015-го года подписали протоколы намерения, чтобы инициировать 100 тысяч километров дорог по России, 30 тысяч километров дорог по Украине, 30 тысяч километров дорог по Европе. И сегодня у нас уже есть партнеры, и мы хотим, естественно, инициировать и по Средней Азии, и Азии, и Китай, и Индия, и Австралия, и Африка, естественно, Северная и Южная Америка. То есть так как люди, которые работают на комиссионных, вот эти профессионалы общения с людьми, профессионалы многоуровневых продаж, профессионалы продажа по телефону или интернет-продажа, этих людей 28%, они есть в всем мире, они представлены в каждой стране мира. Даже я уверен, что в Северной Корее, хоть это коммунистическая такая страна, там наверняка тоже есть люди, которые живут и работают на комиссионах. И поэтому, дорогие друзья, это наша главная цель, наша миссия. А для чего она нужна, спросил вы? Ну, первое, хочу задать вопрос всем, а вы ответите. Кто хотел бы уже, кто знает о Skyway, ездить на транспорте из Skyway? Как из погреба говорите? Ну, мне говорят, что хорошо слышно мне. Отлично. Так вот, я уже просто горю желанием. Когда я сегодня ехал на машине с Севастополя в Симферополь, самолетом, потом вот здесь вот, час двадцать по Москве, вы знаете, я так уже хочу быстрее, чтобы мы реализовали этот проект. И когда я ездил вот в Нинске, в Комсомольск-на-Амуре, там вообще у меня задержался, потому что чуть-чуть гололеты в Крыму. Там по гололеду плохо ездят, и аварии были, опоздал я на рейс. Думаю, вот это я сел бы в Юнибус и поехал бы. Какие-то двадцать часов с Севастополя, и я уже в Комсомольск-на-Амуре, там в Хабаровске, а потом там, может быть, туда на Аляску, на Нью-Йорк, там и в Лос-Анджелес приехать. Ну, пускай там за сорок часов путешествий приятно, да, и ты приезжаешь из Севастополя в Лос-Анджелес, и все классно, все хорошо. То есть, естественно, мечты такие есть у меня, такие мечты есть у вас, и вы знаете, какие мечты есть у Анатолий Горчинистера. И мне очень нравится, что мы здесь не только мечтатели собрались. И, кстати, кто знает, чем отличается фантазер от мечтателя? Нателла говорит, приезжай встречу. Конечно же, приедем. Мы говорили уже, нужно спланировать приезд, и обязательно приедем. Вот вся гид-бригада, кстати, вот здесь вот гид-бригада находится за стенкой, я в офисе московском. Здесь шум такой по Москве делают, ребята там раздают билеты на первое, с моим участием. В Москве, оказывается, есть люди, которые меня знают. Я думал, что в Москве меня не знают, оказывается, тоже есть люди, которые меня знают. Это очень радостно. Но я вам скажу, если активно гид-бригаду мы запустим в Канаду, в Америку, там у меня тоже есть люди, которые знают, куда будут раздавать листовки. Там какие-то уже есть. Вот Нателла уже, одна из таких людей. Когда в Таиланде, вы знаете, я в Таиланде полтора года прожил в этой жаре, жару как-то не сильно хочется. Поэтому, так, фантаст на бумаге, а фантаст в уме. Так и не ответили, да? Мечтатель стремится к реализации своей мечты. Ага, Москва знает, слушай, так, мечтатель реализует, мечтатель реализует действие. Совершенно верно, вот Александра Романова ответила. Мечтатель, он реализует свои мечты. А фантазер, он только фантазирует. Так вот, в чем уникальность? Я всегда хотел работать с такими, знаете, людьми, великими мечтателями. И когда я познакомился с Анатольевичем Ницким, и когда, представляете, ну, я уже знал тогда, что ему 65 было тогда лет, когда мы познакомились, я спросил Анатолий Дальевич, хорошо, построим 50 миллионов километров дорог, что дальше, какие ваши мечты дальше? На что он сказал, говорит, я мечтаю вынести всю вредную индустрию за пределы земли. Я говорю, это как? Я не рассказал бы этой мечте, я сказал, вот это вот великая мечта, вот это супер, вот это я хочу работать с таким человеком. Потому что, когда у человека есть такие мечты, а вы знаете, что именно мечтатели имеют самые большие сегодня доходы. Именно мечтатели добиваются самого большого в жизни. И если кто-то не скажет обратное, что это не может так быть, существуют там финансовые конгломераты, существуют банкиры и так далее, и так далее. Ребят, все эти банкиры и конгломераты существуют только благодаря мечтателям. Посмотрите, один из мечтателей в великой человек Стив Джобс. Билл Гейтс мечтал, чтобы в каждой семье был компьютер. Я совсем недавно посмотрел фильм, забыл, как он называется, но именно про Apple-компанию. Их много этих фильмов, вот какой-то из этих фильмов, последний такой вот. И начало фильма в том, что рассказывают в 70-х годах, по компьютеру люди будут общаться, работа будет в интернете, компьютер станет неотъемлемой частью. не только личного пользования, а вообще корпораций. И я, дорогие друзья, просто обалдел. Почему? Потому что, когда мы 2,5 года назад начали, представляете, мы через полгода провели офлайн-овское мероприятие, и только через полгода я познакомился с людьми, даже которых мы привлекли к себе в сотрудники, которые работали у нас в службе поддержки, ну и так далее. То есть, и об этом говорили в 70-х годах, и мы к этому пришли. Так вот, я к чему говорю сегодня, технический прогресс настолько велик, я совсем недавно в интернете нашел видео, где наш русский Кулибин, скажем так, Кулибин, программист парень, который звенок раз лет пишет в разные программные продукты, он создал модульный 3D-принтер в строительстве, который строит в 100 квадратных метров за 48 часов. То есть, таких 3D-принтеров в строительстве очень много, а тут вот парень молодой, 26 лет, обалдел. Почему? Потому что только еще 8-10 лет назад, от 8 до 10 лет назад, когда появился дух времени, потом дух времени 2, потом дух времени 3, и вот дух времени 2, один уже показывали, что есть 3D-принтеры, и дома скоро будут строиться вот таким быстрым способом, там максимум за месяц дом будет готов. Представляете, уже наш парень создал вот эту вот технологию этого робота, который 3D-принтером выливает дом за 48 часов по квадрату, а 50 квадратов за сутки, ну за день, да, скажем так. Так вот, и всего 3 человек служат. Но еще 8 лет назад это было такой вот фантастика, и сегодня это реальность. И более того, я вам хочу сказать, да, что мы не знаем, что будет вообще через 2 года, мы с вами даже можем не догадываться, и настолько идет прогресс сумасшедший. Так вот, и к чему это все подвозил? Потому что, когда я начал изучать, а здесь парень взял денег, чтобы хотя бы это сделать, он деньги собрал по краудинвести, не краудфайдинге, то есть, личные деньги заработанные, плюс привлек инвесторов, там немного нужно было инвесторов, чтобы привлечь, и он вышел уже на мировой рынок, и знаю, что в Америке уже есть филиал, он где-то в Соединенных Штатах, кажется, зарегистрировал компанию, и здесь филиал в России, и в Америке. Вот я к чему это все подвожу, дорогие друзья. А когда мы начали 3 года назад, нам говорили, Андрей, неужели ты веришь в то, что простые люди могут участвовать в бизнесе Skyway, финансировать, и вы профинансируете все дороги Skyway? Вот, дорогие друзья, послушайте то, что я вам сейчас скажу. Мы, простые люди, можем повлиять 100% на реализацию 50 миллионов километров дорог. Простые люди. Чтобы вы понимали, у кого есть калькуляторы или цифры, просто пишите, потом посчитайте. Если мы, скажем, реализуем то, что вот я хочу хотя бы третью часть, то есть 5% населения из 7 миллиардов на сегодняшний день, да, это 350 миллионов человек. Если в месяц, в год, вернее, 350 миллионов человек, по тысяче долларов только проинвестируют в год на строительство адресных проектов, мы с вами, мы с вами получаем сумму ни много, ни мало, а 350 миллиардов долларов в год. Вот умножить 350 миллионов, тысяча, сколько получается? 350 миллиардов в год. Чтобы вы понимали, за эти деньги можно построить вот такие трассы, как Санкт-Петербург, Лондон, Токио, через всю Россию, через сроки, Канада, север и Мексика, там юг, где-то на Мексику, там, знаете, и через север Китая и в юг, туда на юг, Малайзию и туда даже еще ниже Малайзии. Это то, что за год можно забрать, этих денег хватит на реализацию только этих проектов. Так вот, я к чему это подвожу, дорогие друзья, что сегодня наступает такая эра, где мы, простые люди, можем повлиять на развитие, экономическое развитие всех стран и при этом получить наибольшие выгоды. Недавно смотрел передачу, которую ведут в политике, там что-то подали какую-то политику, деньги, и, ну так случайно, у меня папа любит, я его называю, политчас у него начинается, когда вечером он включает телевизор и смотрит вот эти всякие политические новости предние. Я говорю, папа, ты уже как о команды без этого не можешь. Он говорит, И там что-то было вот такого за этот вопрос говорит, как вы думаете, у кого вообще есть деньги, вот где есть деньги? Так, дорогие друзья, ну что-то свет пропал, а ну ладно, тут хватит еще. И одни говорят, у банкиров, там еще у кого-то, урокфеллеров, ротшильдов, там, ну и начинают перечислять. И они говорят, да вы не правы. Алло? Ага, работают. Сейчас, две секунды, дорогие друзья, почему-то у меня пропал. А, все, отлично. Вы не правы. Деньги все, мировые деньги, они находятся у людей. И, он сказал, так вот, сразу интересно, если найдется какая-то система или структура, которая сможет эти деньги брать и вкладывать в нужные места, то не банкиры нам не нужны. Не нужны будут и вот эти посредники с финансовыми всеми вещами, потому что нет пока процедуры, он говорит, все политики, экономики, все связанные с экономикой, в финансовой сфере, нет пока еще такого механизма, нет еще таких структур. Общество уже созрело. Я такой думаю, какой дальновидный вот этот политик или экономист, не помню его даже фамилию, назвал уникальные слова, что если найдется система или структура, которая будет перераспределять эти деньги, и деньги будут напрямую идти в экономику, то не нужны будут банковские секторы вообще. Дорогие друзья, задайте вопрос, а что мы с вами сегодня делаем? Мы сегодня финансируем напрямую проект SkyWare. Мы в будущем можем финансировать строительство адресных проектов. Более того, чтобы вы понимали, для того, чтобы строить вообще адресные проекты, фактически-то и денег не нужно. Фактически, там денег нужно максимум 30% от суммы. Но это, скажем, не хочу углубляться дальше, но отвечу, если будет вопрос, я отвечу, почему не нужно денег. Так вот, дорогие друзья, к чему я это все подвожу? Я подвожу к тому, что, вы знаете, последние новости, которые сегодня мы слышим и видим, они просто потрясающие. Арманд сегодня 25-го, 23-го, вернее, завтра, встречается, приехал с командировки сейчас с Америки, с Канады, он привез человека, в это время встречался с банкирами, во-вторых, он приезжает вместе с ним с Канадой, интересная личность, интересный человек, об этом в новостях узнаете чуть позже, и этот человек готов фонансировать на очень достаточно существенный день. И если говорить о этапе, о девятом этапе, как быстро он может закрыться, сегодня ситуация непредсказуемая. Если вот смотрите, три года назад, когда мы начинали, я даже вспоминаю, три года назад, что сказали, Андрей, ты как попался, блин, вот то, что ты, там, Skyway, это прикрытие, это просто, ну, нашли классную идею, под что собирать денег, но это же, пирамидоз там хуже, чем там МММБ. Это мне говорили реально. Более того, вы можете найти статьи, там есть несколько статей, где один из моих учеников академии пишет, такую пургу, ни разу даже со мной поговорить не захотел. Я его вызывал, говорю, давай так на вебинар, иди, мы с тобой поговорим, поздим вопросы, и все. Он ни разу не захотел, но пургу написал, да? Так вот, прошло три года, если риски были тогда очень существенные, тогда была идея Антон Бор jakiewизского, не было конструкторского бюро, не было даже кандидатов на работу в конструкторское бюро, дорогие друзья. То есть сегодня уже есть конструкторское бюро. Там уже более 200, насколько я понимаю, помню, более 200 человек. А к концу года должно быть, Антон Борчик рассказал, что к концу года должно быть около 500 уже в конструкторское бюро. Далее, последние новости вы наших читали, что полностью выкуплено уже производство, оно наше, Так как мы являемся инвесторами Skyway, акционерами Skyway, то, дорогие друзья, это производство, которое сейчас находится в Минске, оно уже является активом, дорогие друзья. Если кто-то читал внимательно, то седьмой этап заканчивался тем, что готова техническая документация на грузовую транспортную систему, а восьмой этап закончился, потому что готова документация на городскую систему. А что это означает? Рыночная стоимость этой документации и городской, и грузовой, это уже более 700 миллионов долларов. То есть фактически сегодня для тех инвесторов, которые инвестировали, раньше уже риски отсутствуют напрочь. Они просто отсутствуют. Хотя мы еще считаемся естественным высокорисковым проектом. Естественно, наши доли, которые мы владеем, они пока сегодня не ликвидны. То есть их невозможно дать на свободном рынке. Их невозможно даже продать друг другу. То есть это считается неликвидным. Но это примерно как строится дом, построился только первый этаж или фундамент. Он тоже не ликвидный, пока его никому не продашь. То есть продашь за копейки. Точно так и здесь. Пока здесь не ликвидные наши инструменты, которые мы держат, этих инструментов, этих долей. Но они высокодоходные. И сегодня уже риски сведены к минимуму, дорогие друзья. Именно поэтому перешли с 8-го периода на 9-й. Так вот, дорогие друзья, потому что когда риски сводятся к минимуму, тогда инвесторы, они начинают на это реагировать. Более того, вот что я вижу и наблюдаю. Сегодня практически во многих странах мира, благодаря, конечно, очень активной работе Армандо Моренекса, будет один из членов правления отдела развития многоуровневого бизнеса и отвечающий за англоязычную аудиторию и страны, и европейские страны. То есть, он как именно это направление его курирует. И вот он активно сейчас работает по привлечению крупных сетевиков с разных компаний. И не только крупных сетевиков, он встречается с банкирами, встречается с премьер-министрами. Встречается с премьер-министрами, с министрами туризма, министрами развития транспортной отрасли в каком-то штате или в каком-то, скажем, провинции. Он встречается с крупными застройщиками, крупными подрядчиками. То есть, он ведет работу сразу в нескольких направлениях. У этого человека есть чему поучиться, и он сейчас делает тренинг, специальный тренинг для людей, которые сегодня только подключились к нам, как работать с этими направлениями. Потому что он не только работает в одном направлении развития аналогового бизнеса, а еще разных направлениях по инициации адресных проектов. Но еще три года назад он был точно так же, как и я. На первой встрече мы были с ним вместе инвесторами. Знаете, что он тогда сказал? Он говорит, если бы тогда представили, что один из директоров какой-то финансовый воротил, а второй какой-то директор супер-пупер какой-то крутой менеджер, третий директор еще что-то, он говорит, я бы, наверное, в эту компанию не пришел. Потому что я посмотрел и думаю, ага, начнут такие вот хитрые, они там решили это все здесь, чтобы денег собрать. Но тогда я пришел и посмотрел, что, говорит, где Сибиря Курта, бывший чиновник, да, там, который сейчас в 15 лет с ним продвигает эту тему. Атолий Гречениц, да, разработчик такой вот уникальный, да, и что, говорит, его поддержали, вот, говорит, ты, Кавратов Андрей, в своей академии, да, там, блоги другие люди, говорит, меня вот это вот привлекло. И мы с ним на первой встрече, в плане все, были просто инвестом, дорогие друзья. Я к чему это все подвожу? У каждого из тех людей, который не просто хотел бы поддержать компанию, хотя, если есть люди, которые хотят просто поддержать компанию морально, дорогие друзья, огромная вам благодарность и низкий вам поклон, потому что только благодаря тому, что вы нас поддерживаете, энергетически уже, да, ваш голос уже вы поставили, сказали, да, я хочу, чтобы реализовался проект, уже вы привносите очень большой вклад в развитие СКИВЭС. Те, кто привносит хотя бы там маломальские денежки, поддержит нас финансово, маломальские, неденежные, тоже вам большая благодарность, потому что чем больше нас будет, вот будет 15%, кто нас поддержит, да, тем больше будет среди этих людей, которые поддержат финансово. И, соответственно, среди тех, кто поддержит финансово, есть категория людей, которые поддержат нас финансово на большие деньги. То есть это люди, которые очень достаточно большими, либо привносят большие структуры своих партнеров, которые каждый работает на разных рынках, либо это инвесторы, которые приносят сейчас там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч долларов для того, чтобы поддержать проект и, естественно, получить долю в этом. проекты, дорогие друзья, долю и право на будущую прибыль в этой компании и в развитии этого компания. Поэтому, дорогие друзья, если говорить о новостях, то новости просто потрясающие. 23-го завтра будет встреча в Экотехнопарке Армаглубниц вместе с тем человеком, который он привез из Канады. Я думаю, в ближайшее время новости вы увидите и услышите. Кто это за человек? Что произошло после этой встречи? Я хочу сказать, что там весомые финансовые сейчас поступления будут именно с канадской стороны. И там будет разговор о реализации адреса проекта, потому что Канада, как и Россия, северные территории не освоены. Я еще помню, когда сразу с армии пришел, это был 90-й год, я писал в Канаду, помню, письмо устроился на работу. А, вернее, в море, на море шел, и тогда мариманец, сказан моряком был, писал заявки, и в Канаду писал, что готов работать в Дальнем Севере по освоению территории, там, лесорубом, там, ну и так далее, и так далее. Знаете, когда все бежали из Советского Союза за этим западными деньгами, да. И помню, даже пришло приглашение, когда я смотрю, пришел, мама спрятала это приглашение, чтобы я не уехал в Канаду. Ну, я тогда заработал только один, что я бы в Канаду и однозначно бы, наверное, не поехал. Но мне приходило вот приглашение на тот момент, это, представляете, был 90-й год, это сколько прошло? 20 лет, да? Так вот, дорогие друзья, что я хочу сказать, что по сегодняшний день канадские северные территории не освоены, и там транспорт Skyway, Канада нуждается в этой системе, и там никто не говорит, нам говорят о конкуренции, там еще что-то. Какая конкуренция? Ни одна транспортная система, ни одна транспортная компания не предложит, кто может предложить Skyway. Как российских северных территорий, так и канадских. Поэтому там, я думаю, будут очень серьезные завтра переговоры по работе в Канаде, по инициации в Канаде адресных проектов. Это очень серьезная новость, дорогие друзья, и это, почему я говорю серьезная, потому что и вторая тема у нас, когда конкурс 9 этап, вот здесь, завтра, послезавтрочного дня, мы знаем, когда мы сможем приблизиться к окончанию 9 этапа, 9 периода. А вы внимательно почитайте, что 9 период, чем он знаменуется. То есть, что должно делаться в 9 период. Далее, если говорить о следующих темах, дорогие друзья, сейчас я прихожу по темам. Как и когда обменять звезды на подарки? Значит, звезды на подарки вы можете обменять до 31 марта включительно. Вам необходимо сделать обмен в личном кабинете и выбрать себе, если говорить о звездах, о подарках, тот подарок, который вы хотите. Мне недавно один из наших таких вот лидеров, молодых парней, молодой парень, очень интересный, очень такой энергичный, писал, что он тогда мне подарок вообще не нужен, потому что я хочу за свой подарок, мне не надо подарок, а за эти деньги я хочу то-то, то-то, и перечисляю, что ему хотят за эти деньги. На что он написал, и хочу сказать всем, дорогие друзья, кто хочет мне задать этот вопрос, у нас есть список подарков, которых вы можете выбрать. Если, как говорят, а у меня денег на два подарка, дорогие друзья, вы можете выбрать один подарок, тот, который для вас представляет наибольшую цену. Я знаю, что есть люди, которые выиграли путевку в Таиланде. Представляете, бесплатно, 5 звезд, где, ну, просто обалденный отель, просто хороший здесь, да, и вот там, человек говорит, а мне не надо тогда вообще, я оставлю компанию. Ну, оставьте компанию тогда. Но для чего мы сделали? Чтобы вы туда поехали, да, вы, естественно, поедете не по одиночке, то есть мы соберем группу, там группа достаточно, ну, весомая получается, с вами поедет кто-то из членов правления, и вы там отдохнете, насладитесь жизнью, чуть-чуть прикоснетесь к уровню жизни, более богатой жизни, да, то есть покушайте фрукты, экзотические местные, сок из кокоса, просто вот сок из кокоса, это вот то, что я бы, конечно, хотел бы в Таиланде, вот манго и сок из кокоса, а и попаясь очень, там, очень вкуснее, ну, и экзотики очень много, да, там, и чтобы другие люди понимали, что у нас можно выиграть эту пучелку и поехать отдохнуть, да, потом мы объявляем еще следующий промоуш, на следующие моменты, чтобы люди могли понимать, что он работает, и вот я вам для примера говорю, покажите мне одну из компаний, где ты хорошо работаешь, ну, кроме многоуровневых компаний, да, ты работаешь, тебе платят деньги, и ты еще можешь выиграть путемку на отдых, дорогие друзья, ну, это же вообще, как сказать, когда человек хочет отказаться от этого, потому что ему не надо, потому что ему нужно другое, если вам нужно что-то другое, вы ставите цель, пишите на бумаге, когда вы ее реализуете, начинаете действовать и купите себе то другое, которое вам просто необходимо. И это будет очень здорово, потому что вы скажете, а если бы поставил цель, и за месяц поработал там 5 тысяч долларов, вы купил вот это то, что мне нужно. Поэтому, дорогие друзья, по поводу сразу отвечаю на вопросы, что звезды вы можете выбрать только за звезды и подарок. Мы пошли на уступки, когда человек уже, ну, у него было столько звезд, что он профи оплатил, и у него еще хватает на другой подарок. Да, я сказал, хорошо, тогда у кого так сделано, то есть он профи обучение оплатил, уже оплатил, да, и он уже обучился, и у него еще есть звезды обменять подарок. Да, мы на это пойдем. Но если человек хочет и профи, и подарок, тогда он должен выбрать либо обучение, либо подарок. Следующий момент, дорогие друзья, до 31 числа вы должны кинуть заявочку, но если касается Казахстана, вот Казахстан сейчас заявки все в скидки, и Селена я попросил, чтобы Селена Собор сделала проверку, чтобы мы эти подарки сделали уже, ну, телефоны, макбук, там, что-то еще, да, такие вот, если человеку не нравится Apple, как мне, он может заказать другой компьютер, не макбук, а, допустим, Dell, Masus, или Sony, там, ну, который ему нравится, да, то есть, если телефон, человеку не Apple, мне iPhone нужен, а другой, значит, Samsung, когда мы возьмем, или какой он скажет, там, допустим, да, вот в этом плане, да, мы пойдем на эти моменты, и сейчас в Казахстане, естественно, мы вручим эти подарки с региона, кто будет в Казахстане. А всем остальным с 1 апреля по 30 апреля у нас будет проверка обменов этих и реализация этих подарков, когда вы сможете их получить, примерно 4 мая. Если говорить о Таиланде, я думаю, что, скорее всего, может быть даже такое, что на майские праздники поедете отдохнуть, и там на майские праздники еще хорошо, море спокойное, великолепный отдых, не сильно еще жарко, нет еще таких проливных дождей, проливные дожди начинаются там в начале июня даже муссоны начинаются, хотя муссоны это тоже интересно, когда 2 дня там ливили, и ты смотришь, оно хорошо, значит, гуляет под дождем, но просто великолепно только. Поэтому, я думаю, что на майские праздники вот в Таиланд, скорее всего, на майские праздники и поедете. С кем-то из членов правления, я думаю. Дорогие друзья, все остальные подарки мы планируем 4 мая, но может быть, мы посмотрим, сколько будет вообще людей, сегодня мы не знаем даже количество, сколько будет людей, мы, естественно, если до 15 апреля мы просчитаем, то с 15 апреля начнется, скажем, выдача вот этих вот бонусных подарков, которые вы сделали. И что хочу сказать, дорогие друзья, 1 апреля в Москве я объявлю промоушен на поездку в Экотехнопарк. То есть, ждите новостей, со 2 апреля она будет в эфире. Это новости, что нужно сделать, чтобы поехать в Экотехнопарк. И более того, от Skyway Invest Group порядка 15 человек, кто сможет выиграть промоушен, 2 июля смогут быть на производстве, где сам лично Антон Дальчунинский покажет производство. Будет эксклюзивная встреча с Антон Дальчунинским, отдельный фонд, общение, вопросы и ответы. От фонда Skyway Invest Group у нас будет примерно 15 человек, которые мы планируем, что поедут всего где-то от 3 фондов, и там будет 60 человек в общей сложности, но 5 руководителей. Руководящий состав кто-то из руководителей фонда, а 15 это те люди, которые выигрывают промоушен. Поэтому, дорогие друзья, ждите 2 апреля, как раз выгодите это объявление и готовьтесь к этому промоушену. Но этот промоушен, хочу сказать, он выйдет 2 апреля, озвучен будет, но участие в этом промоушене, естественно, будет с этого понедельника с 21 числа, с 19 числа, да, 20, да, 20 числа. То есть, объемы, которые там нужно сделать, работу, которую нужно будет сделать, 2 апреля вы узнаете, но объемы, и та работа будет засчитываться с 20 числа. Ну, чтобы понимать, что если вы сейчас работаете, то фактически вы уже делаете работы на промоушене. Это если говорить о звездах и обмене звезд. Следующий момент, дорогие друзья, это как плану Skyway Invest Group до экофестиваля и какое главное событие 2017 года. Дорогие друзья, если говорить о главном событии и главная цель с ВИГа до эко-технопарка, мы ставим себе цель 2000 человек привезти на экофестиваль 1 июля. Почему мы ставим себе цель? Первое, когда будет 2000 человек там, что произойдет вообще потом? Мои предположения, что если до эко-технопарка вход в кормильную компанию еще будет открыт, то после эко-технопарка в течение 3-4 месяцев 100% мы сможем закрыть вход в эко-технопарк. Почему? Потому что из этих 2000 человек мы планируем привезти 1000 человек это вот эти вот лидеры продаж, лидеры многоуровневых продаж, лидеры продаж в интернете или по телефону, лидеры интернет-маркетинга, то есть те люди, которые свободно могут создавать аудитории, партнеров, формировать сети и привлекать других людей в направлении Skyware. И наши цели следующие, 1000 человек, если будет таких людей, 10 веков, каждый за 3 месяца как минимум сможет создать сеть клиентов в 100 человек, это 100 тысяч человек, которые смогут проинвестировать за это лето в 100 тысяч долларов. Это ни много ни мало, дорогие друзья, умножки на калькуляторе это 100 миллионов долларов. Я перепроверю, я вообще так умею 4 проверю, ошибся ли я. 1000 умножить на 100 тысяч, да, все правильно, 100 миллионов долларов. То есть фактически в течение 3-4 месяцев идти, мы сможем закрыть вход в этот технопарк и исполнится моя такая большая цель, потому что я бы хотел, чтобы именно финансирование экотехнопарка профинансировали простые люди. Да, может быть, эти люди профессиональные инвесторы, или эти люди чиновники, или эти люди бизнесмены, или может быть предполаг caso инвестфондов, хедж-фондов, или может быть простые люди пенсионеры, но это люди, простые люди, которые делали частную инвестерацию без разницы, то ли это 5 долларов, то ли это 50 тысяч долларов, ну, это 500 тысяч долларов. Но это простые люди. То есть, к чему у меня такая цель, и я доношу это в каждой моей беседе, дорогие друзья. Чем больше будет простых людей с инвесторами Skyway, тем больше людей станет миллионерами. Если нам удастся до конца года, а я бы очень хотел, чтобы до конца года настало больше, чем миллион, то миллион человек фактически станут миллионерами в течение трех-пяти лет. Только потому, что они являются держателями долей Skyway. Потому что если у человека есть миллион долей, то фактически, когда закроется вход в этот этнопарк, этот человек миллионер. А когда мы построим 50 миллионов километров дорог по всему миру, и мы Skyway участвуем там в среднем на 25% в каждом проекте, тогда этот человек будет миллиардер. То есть мы с вами создадим тогда миллион миллиардеров, дорогие друзья. И что я хочу сказать? Кто там опять может мне сказать? Андрей, это все вымысел, такого не бывает. Если бы так было бы просто, то значит давным-давно бы народными деньгами все комментировали. Ну, давайте открою вам сейчас немножко, приоткрою глаза. Недавно я наткнулся на статью, начал интересоваться, думаю, за счет чего вы сделали большие акулы финансовые, свои капиталы. Ну, слышали такие имена, как Рокфеллер, Дэвид Рокфеллер, вот умер совсем недавно, два дня назад, скажем так, или вчера, или позавчера. Огромное количество людей очень рады. есть люди, которые, наверное, горюют, особенно его клам, Рокфеллеров, да, но когда человеку нравится, всегда плод, или за труд, являемый будет пухом, если говорить о Дэвиде Рокфеллере, он внес очень серьезный вклад в развитие банковской системы в 20-м день. Недором его мемуары называется «Банкир 20-го», известный банкир, я читал его мемуары, лично написанный им. Да, есть много чего хорошего было сделано для развития цивилизации, именно финансовой цивилизации. Естественно, было много плохих дел сделано, да, и я считаю, что, если говорить о такой финансовой культуре, как семейство Рокфеллеров, клан Рокфеллеров, кланы Ротшильдов, другие кланы, не буду называть их имена, но их много, таких кланов, достаточно много, потому что есть Бельгердейский клуб, кажется, он так называется, где заседают акулы финансовые мировые и решают, что как-то как-то не поступит. Так вот, дорогие друзья, многие думают, что у них куча денег и они управляют миром. Ну, я думаю, и хочу проверить по одной простой причине, у них много денег, потому что они эти деньги взяли на управление у людей. Примерно с 70-х годов 20-го века они придумали интересную штуку, как накопительная пенсионная программа. Так вот, дорогие друзья, чтобы вы меня внимательно по пути поймите, когда я прочитал вот этих финансовых фул мировых, откуда у них деньги, оказывается, фактически все члены этого Бельгердейского клуба, они управляют пенсионными мировыми деньгами. Я не буду сейчас вдаваться в пенсионную программу, какие существуют пенсионные программы, накопительные, либо страховые, либо просто в Советском Союзе у нас пенсия была, работающие люди платили пенсию пенсионерам. То есть я считаю, что это самая настоящая узаконенная финансовая пирамида. Потому что когда ты работаешь, ты отдаешь деньги, да, и эти деньги отдаются пенсионерам. И сегодня кризис в мире, во многих странах, кто использовал эту систему, потому что работающих здесь становится все меньше, а пенсионеры почему-то не умирают, как планировали государства многие, то пенсионер выйдет 3-5 лет поживет, на пенсии умрет. А они почему-то пенсионеры сегодня долго живут. Денег не хватает. И вот если говорить западный мир пошел по принципу накопительного пенсионного страхования, и вот вы, друзья, они собирали пенсионные деньги, говорили, мы эксперты и супер, ребята, которые мы можем управлять вашими деньгами. И они эти деньги собрали фактически и стимулирование экономик любой страны ушло через этих структур, я так называю посредственные структуры, которые собирали все эти деньги у людей, аккумулировали себя, а представляете, чтобы вы понимали, в год пенсионных денег капает примерно вот от 500 миллиардов на вот триллион. Ну, это сейчас, тогда капало чуть меньше, да? Но в общей сложности пенсионных денег в мире точности нет, и я предполагаю, мое предположение, где-то до 20-30 миллиардов долларов пенсионных денег, которыми управляют крупные финансовые оттуда. Они ими распоряжаются, они их вкладывают куда они хотят, и они надули щеки тех, что они крупные инвесторы. Но фактически этот крупный инвестор ничем не отличается от той же пенсионерки, которая в фонде Skyway News Group работает, которая в компании Skyway за три года привлекла более 2-3 миллионов долларов. Ее сеть привлекла, да? Она создала эти потоки в нужном направлении. Так вот, дорогие друзья, к чему я так все говорю? Что все в мире, вся цивилизация в мире за последние вот 100 лет была построена на деньги людей. Только через посреднические структуры банковского сектора, финансового сектора мирового. Так вот, теперь задаем вопрос, а если появляется система, при которой люди могут финансировать это все напрямую, а если еще появляется система, при которой люди будут получать достойные деньги и зарабатывать достойные деньги, и более того, в этой системе происходит ситуация, когда чем больше человек пользуется какими-то товарами или услугами, транспортной системой, тем больше он получает дивидендов, тогда в этой системе не будет никогда бедных людей, будут только богатые, эта система будет прогрессировать, ну фактически, знаете, вот мы подсоветские ребята, мы всегда предъявили, да, то есть мы придем таким образом к коммунизму, то есть когда у человека будет все, деньги ему не нужны, и он может прогрессировать и процветать. Некоторые ожидают особенно вот эти финансовые кулы, что нельзя этого делать, потому что у людей мозг останавливается, то есть ему надо создавать всегда экстремальные условия, безработицу, войны, чтобы человек прогрессировал, да, я же отношусь к другой системе прогрессирования, что если создаются стимулы, находятся в обществе, где всегда идут стимулы для прогресса, когда человек прогрессирует, если человек находится в обществе, где находятся вот эти бандиты, где находятся эти, скажем, люди, которые деградируют, ты хочешь не хочешь, это влияет на человека, дорогие друзья. Так вот, к чему я вот с философской части перейти к реальным цифрам. Вот то, что я говорил, представьте себе, что только 350 миллионов человек по 1000 долларов финансируют Skyway, и все инфраструктурные подразделения, которые могут производиться, это линейные города, которые вы видите вот на этой оттенке, это новые направления в бизнесе, и в те направления в бизнесе, я вам только немножко скажу, то, о чем говорил Анатолий Дорчунинский, это продажа сибирского холода, то есть, это когда сибирский лед может подвигаться во все страны, потому что его очень много в Сибири, когда кондиционеры могут быть не не на прионе, как сегодня, а натуральный лед, где куполь да, хватит тебе на целое лето, вот тебе натуральный кондиционер, а при этом еще когда он тает, если это чистый байкальский допустим лед, другие есть озер очень много в Сибири, и они тают, и вода талая происходит, ты еще пьешь чистую живую воду, это одно из направлений бизнеса может быть, когда к примеру ты на своем юнибусе можешь приехать в любое место, и там могут так называемые городки, где твой юнибусе это как ну такой вот дом на колесах, скажем так, где ты остановился и живешь там допустим неделю, две, три, в каких-то местах очень физических интересных, как дальнего города, где тоже много интересных вещей, так и южную широту, где джунгли, и все становится, когда это частички новых могут давать все больше и больше прибыли. Так вот, прогресс наступает, когда человек находится в прогрессивном обществе, среди прогрессивных людей, хочешь и не хочешь начинать реакцировать. Так вот, дорогие друзья, вот этот пример, то что даже предыдущие бригады работают в Москве, кандидаты в бригады работают в Москве, 22 или 24 человек, кажется. Так вот, как Игорь мне рассказывал, который сегодня подготовил бригаду Игорь Парутенко, что были некоторые люди сначала так обособленно держались, боялись выходить в поле, общаться с людьми, а сегодня они как семья. Я пришел, мне сразу обняли, у нас первый этот самый один момент таких ритуалов, это обнимание. Ну, хорошо, обнимание, обнимание. Почему бы и нет? Этих обниманий, их много, даже не 10 обниманий на всех, да, этих обниманий куча может быть, куча обняться, обменяться энергией, да, это уже очень сильно потенциал, сблизение, так сказать. Вот как себе, это не столько маленький момент, когда люди попадают в общество, прогрессии, они начинают сфиксировать. Давайте ответим на этот вопрос, пока я дальше. Так вот, посмотрите, дорогие друзья, почему нам это нужно сделать? первое, мы быстрее поможем компании закрыться в Экотехнопарк, закрыть вход в Экотехнопарк, таким образом мы перейдем к реализации адресных проектов. Мне бы очень хотелось, чтобы уже через год у нас реализовалось несколько адресных проектов. Если у нас реализуются хотя бы, я примером приведу, представьте себе, у нас уже миллион, и мы за месяц этот миллион может каждый, допустим, по 100 долларов. Значит, получается, что в месяц мы можем давать компанию 100 миллионов. Значит, мы можем за месяц построить такой проект, к примеру, как в Праге от аэропорта до центра города, или в Краснодаре там 12-го или или в Иркутске, или в Европе вот здесь несколько проектов, где тоже 10-12 километров. В Одессе 12 километров, там порядка 40 миллионов проектов. Каждый месяц у нас могут быть деньги для того, чтобы строить эти проекты. Грубо говоря, за год у нас может быть 10-12 проектов реализованы адресно, именно по городской системе, не скоростной, городской системе. То есть, что это означает, дорогие друзья? А эти проекты, они в течение трех лет реализуются. Это означает, те, кто будет посещать потом вебинары, я буду вам по финансовой грамотности рассказывать, сколько реально сегодня уже стоимость акций будет, почему она реальная стоимость акций, ни один доллар, ни два, или там 0,50 центов, 20 центов, и что формирует стоимость акций, еще чего формируется. И вы поймете, что только вот эти 10-12 проектов, которые мы за год можем реализовать, уже адресно реализовать, это уже может поднять стоимость акций от 3 до 10 долларов за одну акцию. Только это. А когда на скоростную дорогу мы начнем строить, и где-то будет 200-300 километров в пути, и опять же это за народную деньги, дорогие друзья, вы даже не представляете, какой импульсивный рост произойдет, хода в адресные проекты. Огромная очередь выстроится тогда к Анатолию Дальше Ниске в SkyWay для того, чтобы реализовывать адресные проекты, и Анатолию Дальше Ниске уже будет, и там SkyWay корневая компания, она будет вставить в очередь и реализовать в первую очередь те, как продавать борцы доходов. Поэтому, дорогие друзья, если говорить о главном событии 2017 года, сегодня, вот распечатайте везде билет, и, кстати, вот кто будет 100%, я сейчас вам вышлю вот этот вот лендинг, обязательно зарегистрируйтесь, потому что мы уже зарегистрировались, у нас сделали заявочки 1100 человек и написали, что там даже больше 5000 лет. Естественно, мы сейчас с апреля начнем перезванивать и спрашивать, кто уже купил билет. так вот, если вы уже купили билет, значит, вы зарегистрируетесь, потом вам, чтобы мы узнали, сказали, мы потом даем вам ссылку на покупку билетов, и вы покупаете, и мы будем узнавать, кто сколько купил билетов, для того, чтобы поднимать, какое количество может быть, потому что компания сказала, больше 5000 человек не сможет там быть. А давайте посчитаем, если сейчас 1100 заявок и по 5, вот если скажут, что привезет, то значит 5000 человек уже будет. То по идее может быть такое, что уже в мае месяце билетов на этот фестиваль может быть и не быть, дорогие друзья. А что такое событие как фестиваль? Это событие, которое может вообще у человека произойти только раз в жизни, дорогие друзья. Это примерно, примерно, чтобы вы понимали, когда появился первый автомобиль, и вот возле этого первого автомобиля была сделана фотография и сказали, вот мой там дед там сделал первый автомобиль. Или когда был первый костыль в железной дороге, когда первый путь там положили, первую рельсу положили, первую спалу положили. Это примерно в 150-ом и 7-ом дорогие друзья, это примерно то же самое. Но отличие лишь только в том, что мы сегодня именно народными такими вот поддержками формируем вот это будущее. Поэтому, дорогие друзья, кто сегодня еще не купил билет, я рекомендую сейчас заполнить, потом вам вышел ссылочку на покупку билета, вы приобретете билет. Я вам просто рекомендую сейчас купить билет для себя и купить несколько билетов для своих знакомых, близких, которых вы потом будете. потому что это историческое событие, которое никогда больше в вашей жизни не повторится. Никогда. Да, может быть, вы когда-нибудь станете миллерами, миллерами, что вы хотите. Может быть, вы еще кем-то станете, кем вы хотите. Но событие, которое будет 1 июля 2016 года, никогда в вашей жизни не повторится. Запомните это, пожалуйста. И сделать все для того, чтобы и вы, и как можно больше ваших партнеров, ваших знакомых, ваших инвекторов, особенно я бы хотел, дорогие друзья, я бы хотел обращать к партнерам. Я в основном люблю ответы с нашими партнерами. И вот вопрос, почему Андрей с партнерами и не с инвесторами? Объясню вам, чтобы вы понимали. Сегодня партнер, к примеру, сам инвестирует по 100 долларов и привлекает по 5 человек вместе по 100 долларов. Но ровно через год он может уже инвестировать там 1000 долларов и может привлекать минимум 5 человек по 100 долларов. И у него уже вся сеть, которая готовит объем в месяц более 1000 долларов в месяц. Так вот, для меня партнеры такие важные. Почему? Потому что, когда партнеры такие приходят, тогда начинаются объемности и тогда идет стабильное финансирование компании. И тогда мы можем планировать не только встретиться на партнерах, но еще и встретиться в планах. Поэтому, что я хочу сказать в этом плане, что важный момент быть на событии. Но еще более важный, еще более важный. Для тех людей, кто хотел бы внести свое имя в историю, обязательно изучите вот эту новость. Сейчас я ее встилю. Я хотел ее вам показать в слайдах. могу сюда по слайду и не могу понять, вы. Благодарю за опрос. Вот кто думает, 108 человек, я вам рекомендую не думать, а прямо сегодня делать заявочку и дождаться ссылки на покупку билета и покупать билет. Вы можете внести свое имя в историю, когда пройдет 300-400 лет и ваших родственников приедет в музей струнного транспорта и вдруг увидит свою собственную фамилию. Его прапрадед или прапрабабка была одна из первых, кто финансировал проект. Так вот, дорогие друзья, на Стромико-фестивале, который пройдет 1 июля, состоится долгожданное открытие музея струнного транспорта. Большая часть экспозиции составляют экспонаты из разных периодов истории развития инновационной технологии Skyway и особое место займут имена инвесторов, благодаря которым стало возможным строительство эко-песнопарка. Табличка с именами инвесторов, внесенной в соответствующие реестры, уже создаются и станут для создателей музея главной самой ценной части экспозиции. Размеры надписей будут выполнены размерно долям инвесторов в проекте. То есть, кто инвестировал больше, получает буквы крупнее. Те, кто меньше, деликатнее. Но главное, никто из инвесторов не будет забыть. Ранее было объявлено, что музей струнного транспорта внесут именно те, кто успел внесел в проект до открытия нулевого километра. Дорогие друзья, сегодня компания идет на тот шаг, что имена всех инвесторов Skyway в этом музее всех инвесторов, кто инвестирует до 16 апреля 2017 года. Почему до 16 апреля? Во-первых, 16 апреля день рождения Анатолия Дорчунистом. Второе, вот кто знает, 14 апреля день космонавтики. И поэтому две таких великие даты, чтобы чек что именно до этой даты. Поэтому у нас есть с вами хорошая возможность донести людям информацию, что они свое имя могут внести в историю. Потому что струнный транспорт он пришел не на один год и не на два. Это не автотранспорт, даже автотранспорт и не с ДТранспорт. Это транспорт, который будет, ну, я предполагаю, что он может быть, может быть, даже 500, а может быть, 1000 лет. Да, он будет модифицироваться, потому что Анатолий Викторович Ницкий сегодня уже разрабатывает, работает над тем, как сделать следующий этап с 500 километров в 19 километров в час. Считайте, 1000 километров в час, это, ну, скажем так, если поехать с Москвы мне 1000 километров в час в Лос-Анджелес, это где-то примерно, наверное, 20 тысяч километров, фактически в 20 часов я могу доехать. Через всю Россию, Аляску, Канаду, Америку. Считайте, путешествие за 20 часов и ты на другом крае света. И, дорогие друзья, и через 500 лет, вот представьте себе такую картинку, да, давайте вот покнемся в картинку такую, представьте себе, что ваша прапраправнучка или прапраправнучка приходит в этот музей, начинает читать имена и видит имя своего прапраправнучка или прапраправнучка. Представляете, какие эмоции будут у этого человека, у вашего родственника. Я думаю, что это ценнее любых денег. Более того, ваш родственник большой плотом вам сделал, потому что вы изменили жизнь целого поколения. Не только его собственного, но и других людей. Благодаря тому, что вы стали инвестором в этом дорогие друзья, если те люди, которые думают не только о завтрашнем сегодняшнем и о завтрашнем день, а еще и думают о своем поколении, никакое, знаете, вот есть такое понятие передача передача династии, как же это слово вылетело мне из головы. Такая вот родословная вещь, которую передают из поколения в поколение многие семьи. Кто-то передает бриллиантовые сережица, кто-то вот, скажем, в Японии передают, это очень ценно, да, передать отца к сыну, от сына к внуку, от сыну, как правду. В этот момент передается по нашеству, где ты являешься счастливым великого, грандиозного мероприятия в мире, которое смогло повлиять на изменение всего мира в лучшую сторону. Жизнь без войн, без кризисов, где люди живут богатой жизнью, и все благодаря тому, что однажды ты поддержал эту идею, и эта идея реализовалась как-то дорогого стоить. Поэтому я хотел бы всем сказать, что подумайте на это. 16 апреля 2017 года это последнее, когда вы можете нести имя в лету. И даже через 200, 300 и 500 лет там написать. И, как говорил Антон Зарьевич Минский, почему это делать? Потому что идутся расходки сегодня на многих территориях. И оказывается, что некоторые цивилизации даже, особенно вот арея славянская цивилизация, оказывается, 8000 лет, есть доказательства уже этого. Есть письма арея славянская, где написано, что там-то кто-то построил. Есть сегодня храмы, есть сегодня дворцы, где написано, что 500 лет назад построил какой-то владелец этого замка, и люди считают и говорят, вау, как круто. Вот точно так же люди будут читать через 200, 300, 500 лет, и говорят, вау, как круто. Вот это им повезло. И среди них будет вопрос просто гордиться тем, что его имя, имя своего деда или прадеда, 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 пробавки, оно внесено так. Подумайте на это. И последний вопрос, который сегодня я хотел бы с вами обсудить, это самый денежный и объемный сегмент в инвестиционном бизнесе. Дорогие друзья, сегодня самым денежным и объемным инструментом в инвестиционном бизнесе есть несколько направлений. Направление именно роста вашего капитала это денежное направление. И сегодня уже доказало за последние особенного 10 лет и последние 3 года все, кто вкладывал в денежное направление в реальное денежное направление, все эти люди стали имели громнейший капитал. и доказательство тому сегодня технический прогресс, который идет не просто самостоятельным образом, вот этот пример, который вам рассказал, 3D-принтер строительство, где дом может построить за 120 метров за несколько часов. и люди, которые понимают этот рынок, это люди, которые влияют на то, чтобы и они, и в будущем их поколение, дети, внуки никогда не нуждались. Второе направление, которое бы я хотел вам предложить, чтобы вы понимали, глубоко понимали, это какую возможность будет развитие многоуровневого профессионального развития. То есть, что я называю многоуровневый профессиональный развитие? Это развитие в продажах многоуровневыми способами. Это то, что есть в нашей компании. Мы используем многоуровневую систему бонусов для того, чтобы людям возможность иметь хорошую профессию, достойную профессию. Потому что профессия структурщика сетевика сегодня это самая оплачиваемая профессия в мире, дорогие друзья. первые чеки сегодня многоуровневого бизнеса, вот компании, которые работают в системе многоуровневого бизнеса, находятся на уровне самый лучший сетевик, который зарабатывает больше всего денег. Такие люди сегодня на уровне 1 миллион долларов в месяц, 3 миллиона долларов в месяц. Если сравнить с любой другой профессией, это люди, которые не являются руководителями бизнеса, это люди, которые не являются владельцами бизнеса, нет, это люди, которые профессиональные чеки в месяц зарабатывают от миллиона до 3 миллионов, самые первые чеки в рейтинге многоуровневых бизнесменов. Так вот, если сравнивать адвокаты, считаются самые-самые престижные адвокаты. Я хочу вам сказать, что нет в мире адвокатов, которые могли бы зарабатывать миллион долларов. Это только владелец адвокатской конторы, юридической конторы, но есть простой рядовой адвокат, он не зарабатывает миллион миллионов. вторая категория в мире, ценится как второе место по рейтинге профессии. Адвокат в среднем это 300-400 тысяч долларов. Врачи это примерно то же самое. 200-300 400 долларов. То есть это 25-30 долларов. Огромное количество рядовых чекеников зарабатывают на уровне 10-30 долларов. Рядовые категория людей примерно 5% от количества всех летников в мире. И простые рядовые профессиональные любители такие они зарабатывают в среднем от 500-500-500 долларов. Таких конечно же более 70% людей находящихся в сетях. Так вот и к чему это говорит. Это работая в системе многоуровневых выплат, агентских выплат, а я называю это бизнес-продаж, но не просто бизнес-продаж, а многоуровневых продаж, вы имеете возможность создать себе будущее и ваше будущее зависит только от вас. Но если говорить о многоуровневых бонусах именно Skyway, то здесь в будущем в чем уникальность? Люди могут становиться и зарабатывать не просто миллионы, а десятки и сотни миллионов долларов в месяц. Почему я вам вернусь? Возьмите ручку или бумаги, чтобы вот у кого крыша едет уже от куфра, сейчас еще вот последний раз я хочу поднять вашу планку, чтобы вы понимали. Объем рынка Skyway это 50 миллионов километров дорог. Умножь на 5 миллионов километров долларов за километр. 550 миллионов километров умножьте на 5 километров. Вы получите цифру, ну, какую-то вы получите, но, кстати, кто там уже посчитал, напишите, какая цифра получается. Ирина. Правильно. 250 миллионов. Даже некоторые компьютеры они эту цифру не видят, они ее почитать не могут. То есть, вы ее не можете видеть. 250 триллионов, дорогие друзья. Вы слышали, я вам говорил, что всех пенсионных денег в мире где-то до 30 триллионов. Это за примерно 70-80 лет. А здесь сетевики все мировые могут заработать примерно от 10 до 20 процентов. А может и больше. То есть, минимум от 10 до 20 процентов. То бишь, за продвижение потом в будущем адвоксных проектов все сетевики мира могут заработать от 10 до 20 процентов. Это от 25 до 50 триллионов за 30 лет. А может быть с помощью роботосистемы 50 миллионов триллионов дорог мы построим раньше. Так вот, дорогие друзья, благодаря технологии SkyWay не только миллионерами. Сегодня миллионеров в России, которые благодаря многому бизнесу стали миллионерами, огромное количество. Я не беру пирамиды, жулики, я беру легальные официальные компании миллионерами. Точно такие же, как и мы. Моя официальная компания, если кто-то вам скажет, особенно репортеры, которые напишут, что мы пирамида, пожалуйста, скидывайте мне эти вещи, сейчас мы не будем с ними бодаться, мы чуть позже с ними будем пободать. И они ответят за это, потому что это самый настоящий наклеп, и когда такие вещи говорят, вот знаете, человек в себя отчет даже не отдает, поскольку он пишет, за который можно поплатиться потом через суд и скажем, ну, по крайней мере публичное извинение и еще естественно финансово-материальное штраф заплатить за то, что человек просто занимается столетиями и наклепами. Так вот, дорогие друзья, нормальные компании могут им в бизнесе, огромная конструкция которая стала миллионером. Но я хочу сказать, что за всю историю нагрузки бизнеса все сетевые дистрибьюторы, партнеры вряд ли заработали даже 100 миллионов долларов. Вряд ли. И дорогие друзья, с помощью технологии, с помощью бизнеса Skyway, бизнеса Skyway Group, который предлагают, если мы будем инициировать адресные проекты, участвовать во многих адресных проектах, а если во всех 50 миллионов километров дорог, то все сетевики мира могут заработать 25-50 триллионов долларов. Это огромнейшие деньги, это те деньги, которые могут люди потратить на развитие в будущем в мечту вывести сельное производство за орбиту земли. Чтобы, как только мне понравилось, у нас биосфера на земле, в ней должны жить биологические существа, а техносфера, которая там находится, вот там перерабатывается в техносфере то, что он нужно, металл, плавка металла и так далее, все производства, что мы были там. И тогда мы с вами позаботимся о дальнейшем развитии нашей планеты. И как говорит Санкт-Петербург еще низкий, стройкой вейс спасай планету, стройкой вейс спасай весь мир. Так вот, дорогие друзья, запишите, очень важно, особенно, кто сейчас из Азии, 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 особенно Казахстан, особенно Алма-Ата. 25-26 у нас рабочая встреча, я буду там, мы встречаемся со всеми, кто хочет узнать больше о Skyway, получить ответы на вопросы. У нас на второй день 26-го именно будет рабочая встреча с партнерами, куда съезжаются члены правления многоуровневого бизнеса, там будет один из руководителей отдела адресов проектов, это Игорь Черный, потому что потом он уезжает в Киргизстан, в Бишкек, там будет выставка, я его пригласил специально в Казахстан, потому что он сделал презентацию по технической части 1-й день 25-го числа, он говорит, вот как я инвестиционные многие вопросы могу говорить на народном языке и термине, вот точно так же сложные такие научные вопросы связанные с транспортной системой Skyway, он может вам рассказать на народном языке, это «Изерченый», и он будет там, и приводите технореи, кто еще не верит, они получат ответы на все вопросы, иногда задают вопросы, как на высоте 100 метров или 200 метров Skyway может ехать, а как уже у нас горы, и так вопросы вы получите ответы, и так же там будут представлены члены правления отдела развития на уровне бизнеса Джамиля Джасубекова, которая будет отвечать, и мы поручаем полностью среднеазиатский регион, будет нашим дуратором отсказанных групп именно среднеазиатского региона, и все представительства, которые будут открываться только под ее утверждением, то есть когда она утвердила, тогда мы только даем добро на открытие представительств в этих всех странах, так же она сейчас активно занимается переводом, вернее, мы переводим, но она проверяет китайский язык, и у нас огромная группа в Китае, которая ждет, когда мы переведем на китайский язык, и сейчас сайт переводится, и канал в YouTube у них там есть свой местный, и на доменном имени на китайском это будет, чтобы лучшая работа была именно для китайской аудитории, для этого будет отвечать Замиля Зазубекова, и кто еще не знает, познакомитесь там, мы ее представим, вы сможете тоже задавать вопросы, планы развития и так далее. Второй человек, который является членом правления, это Максим Исик, Украина, и для Украины, кто сейчас из Украины, сказать, что у нас открыто официальное представительство в Украине, мы открыли компанию Skyway News Group, сокращенно у нас вид. В Одессе сейчас офис сформируется, и будет офис примерно по 150 квадратов, может быть, даже будет идти очень активная работа. Второй офис компании мы планируем это в Киеве к летам, июнь, 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 у нас три директора в Украине, это все люди, которые прошли обучение у меня в Академике основного места, это Антонина Киановская, она будет возглавлять именно как отдел образования в Украине, и подготовка именно частных инвесторов, чтобы люди понимали, что такое инвестиции, инвестирование, Максим Исып, это директор по стратегическому развитию Skyway в Украине, и Артем Самсоненко, именно управляющий директор, имеющий опыт в ведении именно бизнеса, он был директором несколько предметов, знает все это административную работу, которая должна вестись, поэтому опять же в последнее время я хочу сказать, я беру людей только тех, которые прошли у нас матр-профи, и еще обучение в Академии, то есть в Курсии Академии обучались у нас для того, чтобы человек был финансово грамотным, инвестиционно грамотным, и чтобы человек был прожитом нашей философии, поэтому все, кто хотел бы в будущем цепить с нами, должны понимать, что должны пройти обучение профи и естественно по инвестиционному образованию. Наша цель в этом году это более ценительство по всему миру, и в каждом представительстве должны быть инвестиционные консультанты Академии для того, чтобы нести просвещение в массы по финансовой и инвестиционной грамотности, дорогие друзья. И теперь мы переходим, еще раз хочу напомнить, дорогие друзья, 25-26 марта город Алма-Ата, объявление у нас есть на сайте на баннере, изучите, почитайте, обращайтесь к организаторам и встретимся в Алма-Ате. И 29-го территориального выставка в Бишкете, где будет Игорь Черный, Алексей Мурашко, там будет представляться транспортная система Skyway от Белтранснета, то есть официально нашего представительства в Белоруссии. И все, нашим партнером и инвестором и визитом может идти на эту выставку и потом еще будет конференция. То есть замечательно Игорь Черного и Алексея Мурашко. Ну все, дорогие друзья, давайте перейдем теперь к вопросам. Вопросов очень много. Я сейчас постараюсь очень быстро ответить, потому что сейчас уже 107 вопросов. Итак, давайте пойдем. Я буду отвечать только на те вопросы, которые мне писали в таблице вопросов. Итак, когда АЧИ будут показаны инструменты инвестирования? Дорогие друзья, в Академии частного инвестора у нас уже есть инструменты инвестирования. мы покажем я думаю уже в этом году это точно и скажем так, наша главная цель сегодня это естественно финансирование Экотехнопарка и реализации Скайвера. И те инструменты, которые сегодня уже есть в Академии частного инвестора, они были еще и было открытие до знакомства с такими датчиками портфелях Академии частного инвестора, который сегодня с 2010 года еще до открытия Академии это мой личный резервный фонд который в портфеле он растет с каждым годом за вот эти вот 6 почти лет рост портфеля рост по капитализации составил больше чем полторы тысячи но это мы показываем только для и будем показывать только для скажем клиентов Академии частного инвестора и скажем Skyway Инвес Групп это ну скажем не обсуждается потому что это совсем другое направление но не Академии частного инвестора Академия частного инвестора тоже в ближайшее время когда появится такая возможность милость из 10 далее вопрос есть много новичков с которыми лично не знакомы они регистрируются сами по пунктам из-за различных источников в сети Skype YouTube не указывая своих контактов регистрации хотелось бы им помочь но как можно ли добавить дополнительную пункту связь с партнером чтобы написать личное сообщение и попробовать вывести человека на контакт над этим мы работаем но вы говорите что там Skype YouTube нет субсед не пишет есть email есть телефон поэтому те кто привлекает лично вы уже можете или позвонить над этим над этим мы работаем чтобы можно было писать именно лично первому уровню и я думаю что в ближайшее время мы вас порадуем некоторыми дополнениями в аналитике по статистике и вторым и вторым этапом будет разработка вот этих вещей потому что понимаю вас очень сильно у меня самого много таких людей которые регистрируются и контакта нет но опять же скажу вам последнее время то есть интернет-маркетинг который у нас регистрирует у нас есть телефон где я по крайней мере ссылаю такую ссылку и телефон обязательно если человек не пишет телефон ну значит его как бы проблема а если вы через youtube и через skype общаетесь с людьми то тогда вы просто можете записывать свое видео и под видео делать рекламу skyway и скидывать под видео ссылочку пускай люди или телефон или контакт вас пускай выходят на связи с людьми если же они не интересуются этим пока это наверное не интересно третий вопрос предусмотренная схема защиты информационного материала в личном кабинете по количеству купленных пакетов от хакеров схема защиты информационного материала в личном кабинете по количеству купленных пакетов от хакеров ну у нас достаточно серьезная защита у нас есть даже если вам сказать некоторые ребята как они сказали им нравится наш проект вот есть хакеры которые не нравятся наш проект а есть хакеры которые нравятся наш проект и они показывали на некоторые те слабые стороны нашего безопасности по сайту и подсказали где это делать. Иногда наш айтиотдел просит их попробовать там, ну, посмотреть, где у нас эстонкие места. Поэтому вот эти все вещи, купленные пакеты и все остальное, это, ну, вы знаете, во-первых, это, я думаю, ну, чтобы вы понимали, когда я задал вопрос к нашему айтиотделу, вот если человек там захочет, ну, слить информацию, то сколько акций купил, ну, потому что меня это тоже беспокоит, я бы не хотел, чтобы кто-то где-то узнал, сколько у меня там есть долей, да. На что мне сказали, говорит, ты понимаешь, говорит, для того, чтобы это выкопать, это нужно потратить кучу времени, кучу времени. Или за большие деньги это нужно делать, или человеку просто будет это интересно, чтобы это, ну, как бы сделать, но, говорит, копаться для того, чтобы понять, а у кого там сколько там купленных пакетов и долей, ну, говорит, значит, это кому нужно. Поэтому в этом плане, я думаю, ну, вам даже переживать об этом не нужно, потому что, если говорить потом, когда передаются в компанию, вот, идет конвертация, там очень серьезно защищенных, я знаю, в компании есть в штате хакеры профессиональные, которые всегда пытаются ломать компанию, то есть за это платят деньги, их задача находить самые вот эти унизимые места и хакеры достаточно высоких квалификаций. Поэтому я думаю, что это вопрос, ну, по безопасности, он такой вот, вы должны понимать, что, ну, мы пока никому не нужны, а когда мы, к этому времени, у нас безопасность еще будет меньше. Дальше. Предусмотрена ли блокировка возможной организации теракта против жизни самого Наталья Безарьевича при праздновании как фестиваля и при приеме возможностей под видом делегации. Ну, дорогие друзья, я хочу вам сказать, сейчас правильно отвечу. Глупо убивать курицу, которая несет золотую ячь. Вы понимаете, да? Это раз. Второй момент, если бы кто-то хотел уже что-то сделать, то уже бы давно был злой. И третий момент, дорогие друзья, вы должны понимать, что только наши энергетики, которые вот почему мне нравятся, почему в последнее время, общаясь даже с чиновниками, с некоторыми, и когда мы говорим, что они говорят, у нас денег нет, мы хотим вот этот адресный проект, но у нас нет денег, а мы говорим, мы можем, но если вы примете, что деньги будут собираться по принципам краутер-инвестинга, то есть народного инвестирования, но не просто краутер-инвестинга, еще многоуровневый, естественно, объясняем, что это такое. Вы знаете, как радостно, вот для меня радостный момент, что многие чиновники, которые отвечают за то, чтобы в будущем внедрить нашу технологию, они говорят, да, мы знаем, что это такое, мы знаем, что это многоуровневое. Это круто, это вообще классно. Это то, что говорят многоуровневые чиновники. Знаете, почему это говорят? За всю историю многоуровневого бизнеса, который в наших странах был, а это не много, не мало, а с 93-го года первая компания, которая вошла в Дербалайс, вторая – СЭФ-инвест страховая, третья – СЭП-кор. Так вот, СЭФ-инвест страховая компания, сегодня огромное количество чиновников, жены которых являются либо просто страховщиками, которые застраховались в лайф-страховании, и они знают, что это такое, либо есть некоторые даже директора предприятий, которые участвуют в бонусных программах страховых компаний. И это нормальное явление, дорогие друзья, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, это нормальное явление. В Соединенных Штатах, многие равняются на Соединенных Штатах, и для меня даже было удивлением, если я приезжал в Дальний Восток, ну, в Дальний Восток не так, а вот в Сибирь, Красноярск, народ как-то помешанный на американских продуктах, на американских компаниях, и на американском, в России плохо делают, а у них там хорошо. Я говорю, вы были когда-нибудь в Америке на производстве? Посмотрите, сегодняшний производство в нашей Америке, и вы поймете разницу очень большую. Но, я к чему это говорю, чтобы вы понимали, в американских компаниях, когда идут пенсионные отчисления, не говоря уже о наших, у наших тоже это уже компания практикуется, потому что у Запада это все такое. Когда существует пенсионные отчисления, существует такой момент, когда, труженику говорят, вот если ты посылаешь деньги вот в эти компании, которые мы тебе говорим, пенсионные накопительные отчисления, страхования, то ты получаешь, вот 3% отчисляются в своей зарплате, а еще вот куда-то мы тебе говорим, 3% от бонуса получишь. А если ты хочешь инвестировать туда, куда, ну, ты сам отчисления сделаешь, страховые, то ты только 3% можешь отчислять. Все. Почему они это делают? Потому что там есть бонусы. И предприятие там в 5 тысяч человек, и в 10 тысяч человек, представляете, у него каждый месяц идет отчисление, там, к примеру, по 30 долларов, этот тысяч человек, там, 30 долларов, это 30 тысяч. Он имеет определенную, чтобы вы понимали. Это нормальное явление, вполне нормальное явление. Наши же многие, руководители предприятий, и чиновники, которые бывшие руководители предприятий, они участвовали уже в страховых программах, чтобы вы понимали. И когда мы говорим, что краудинвестник или на уровне краудинвестник, они нормально это воспринимают. Поэтому, дорогие друзья, на этот вопрос, что под видом делегации, и так далее, и так далее, безопасность, сегодня наша энергетическая защита, чтобы вы понимали, она очень сильная. Именно человеческая, именно людей, которых сегодня у вас больше, чем 200 тысяч зарегистрированных пользователей, только Skyway. А у нас, я говорю, 4 фонда вообще. Думаю, я ответил на этот вопрос. Дальше. К примеру, 1 числа, то максимум, когда вы сможете заказать только сетат, это будет примерно через 45-50 миллионов. Максимум. Если вы в конце месяца это сделали, то значит там меньше. И была некоторая проблема с тем, чтобы оплатить в одном месте. Сегодня мы договорились о том, вот когда я был 22 февраля 23-го, в зависимости от того, что сейчас вы сможете оплатить, узнав из личного кабинета, и сертификаты вам придут попозже. То есть мы будем передавать количество людей, которые оплатили за доставку сертификата, и вы сможете получить их по почте к себе по адресу, где вы живете. Так. Дальше вопрос. Наверное, не буду озвучивать, кто задает, а то, наверное, не правильно. Карипанов Владимир. Здравствуйте. Когда можно будет выводить деньги на карту Сбербанка и других банков, не оплачивая по три раза комиссии? Когда можно будет выводить деньги? Деньги какие? Ваши бонусы или оплаты? Когда будет открыта продажа акций внутри компании по номинальной стоимости? Значит, на второй вопрос сразу отвечаю, Владимир. Когда будет открыта продажа акций внутри компании по номинальной стоимости? Я не знаю. И вам не скажу. Единственное, могу сказать, что она может быть открыта только тогда, когда будет закрыт вход в корневую компанию. Сегодня вход в корневую компанию еще не закрыт. И сегодня еще доля компании скажем, реализуется. Поэтому, когда будет закрыт, а я вам говорю, что почему на комиссии 2000 человек в этом году на этих ситуациях 200 тысяч сетевиков, профессионалов, для того, чтобы мы уже к осени закрыли вход в этот нападок. Вот тогда уже вопросы к компании. Если у нас компания взлетит, мы, естественно, вам расскажем. А когда можно будет выводить деньги на карту Сбербанка и других банков, не оплачивая по 3 раза комиссию, я не пойму этот вопрос, скажу вам честно. Если говорится о бонусах, то вы можете через AdvoCash выводить на любую карту. На любую карту. А если вы хотите выходить именно на карту Сбербанка, мы не сможем на счет Сбербанка, если это в России, да, то тогда вам нужно будет индивидуально предпринимателем, быть обязательно. Мы предупреждаем всех, что все партнеры наши, которые сегодня зарабатывают бонусы, вы должны быть индивидуальным предпринимателем, и тогда мы сможем выводить вам на тот счет, на который вы скажете внутри страны. Хотите на карту Сбербанка, значит, на карту Сбербанка. Хотите там на карту ВТБ, без проблем можете на ВТБ. Дальше вопрос. Будняк Денис, будет ли отличаться законодательство ОПО в Российской Федерации и Республике Беларусь? Я являюсь членом по Евразии, живя в РБ, может быть, есть смысл стать членом Белорусского ПО. Но сейчас пока не потребительское общество, которое в Беларуси есть, оно не функционирует для тех целей, которые есть. Оно открыто как резервную для того, чтобы уже когда пойдет реализация адресных проектов, через него мы сможем. И то здесь вопрос к Игорю Черному, скорее всего. Дождитесь, когда будет вебинар Игорь Черный проводить, и тогда он ответит на этот вопрос. Далее. Фокина Инга. Скажите, пожалуйста, ориентировочно, когда будет реализован проект Skyway, соединив все города России, чтобы я могла из Ростова-на-Дону приехать в Москву несколько часов за конкретику. Значит, я, наверное, сегодня ответил. Когда мы профинансируем Эко-технопарк, а для этого необходимо АТА до 150-180 миллионов долларов еще компании, да, и мы можем это сделать, когда мы привезем в Эко-технопарк тысячи стульков лидеров сетевых, которые, с которыми мы сможем закрыть быстро вход в торговые компании. И тогда начнется строительство адресных проектов. Так вот, если говорить по России, почему мы сейчас сформируем кандидатов и бригады, и наша цель на конец года, чтобы у нас было от 6 до 8 один бригад, это по 8 человек. Один бригадир и 8 членов бригады. Наша цель в этом году уже оповестить как минимум 5% населения России о Скайвее, и среди них найти как минимум 25% тех людей, которые поддерживают проект. Это в этом году. В следующем году моя цель, чтобы 15% населения россиян поддержало нашу технологию. Как только это произойдет, давайте считаем сразу же цифры. 15% россиян, это примерно 22,5 миллиона человек. 25% поддержит финансово, это значит 4 миллиона человек. А 4 миллиона человек, если по 1000 долларов в год профинансируют, мы получаем, если не ошибаюсь, 4 миллиарда. То бишь, практически мы уже можем строить такие длинные трассы, как из Ростова-на-Дону во Владивосток, и в Санкт-Петербурге был в Владивосток. Вот как раз одно из запрещений, это, скажем, Москва-Воронеж, Воронеж-Ростов, Ростов-Краснодар, Краснодар-Сочи, это одно из запрещений. А это, ну, большая такая дорога с Мурманска в Сочи, скажем так. Естественно, Санкт-Петербург был на Владивосток. Этот проект примерно стоит от 35 до 50 миллиардов долларов. Вот даже россиянами, именно народными инвестициями, мы сможем собрать денег за примерно от 7 до 12 лет. Но также у нас, я уверен, смогут быть крупные инвесторы. Мы ведем сегодня переговоры, сегодня мы формируем некоторые моменты, мы хотим и выходим на уже общение на некоторые с пенсионными фондами, потому что в России есть законодательство, где еще его не утвердили, но страховые фонды, накопительные, пенсионные, они имеют право из негосударственных пенсионных накопительных фондов 1% не строить венчерные проекты. Поэтому мы работаем в этом направлении, в этом году, я думаю, мы проработаем этот вопрос, и в этом году, особенно после Эко-Технопарта, то есть нам наша задача на Эко-Технопарте привести представителей и страховых, скажем, направлений страховых, таких вот структур, и на пенсионных страховых структур, которые заинтересуются в Эко-Технопарке в реализации SkyWay в России именно страховыми пенсионными деньгами. Думаю, ответим на этот вопрос. Лично бы я хотел, вот скажу лично, как бы я хотел, чтобы это уже реализовалось уже в 2025 году. Вот я себе ставлю такие цели, что в 2025 году я сажусь, не знаю, где в Москве может я тогда любезусь, и во Владик, в Хабаровск, буквально там за 15-20 часов. Что такое сертификат на 5000 долларов в звездном марафоне? Сертификат на 5000 долларов в звездном марафоне, когда вы можете получить 5000 долларов деньгами. Можно ли получить в лимитане кабинете? Да, можно. Я отвечал на этот вопрос, скажете кому-то. Когда вы сделаете обмен именно на эти деньги, вы сможете получить эти деньги. Вас проверят, что действительно вы, пожалуйста, проверяйте только, дорогие друзья, потому что иногда люди видят общее количество звезд у себя, но там для того, чтобы получить какой-то промоушен, там условия есть трех уровнях, должно быть столько-то партнеров. Поэтому и просчитайте. Если у вас выполнен промоушен, у вас должно быть еще быть доступно написано. Если у вас доступен это, значит все здорово, делайте заявку и после 1 апреля заявка будет обработана, как я сказал, с 4 апреля. в мае мы сможем уже раздавать. За максимальные сроки, я говорю, вполне вероятно, что будет это все быстрее. Тогда будут вклады и образование в кабинетах АЧИ. Сейчас готовится сайт, там будет только образование, вклады будут только долями компании. но не успеваем немножко, потому что сейчас приоритетна эта игра финансовый игру, сейчас мы доделаем именно по академии, финансовый гений называется, а потом доработка сайта будет. Далее, это Львенок Станислав, я ответил, Людмила, как? Хотела бы продать часть долей вам или кому-то, кто заинтересован на внутренней бирже, когда предполагается открытие? Я уже ответил на этот вопрос. Хочу поздравить Юницкого рождения 16 апреля моему внуку, который живет в Англии, исполнится в этот день 4 года. Я инвестирую 2015 года, хочу подарить внуку игрушку Юниус. Я уже вас спросил раньше, как это будет внушать суски, приеду на Экопест. Не знаю, как разговаривали с Юницким, вы поймите, сегодня нету такой потребности, может быть Экопесту что-то не сделает. Мы говорили уже об игрушках, там, Юнибусы, но Антон Варшинивский сказал, что пока местно это нету ни ресурсов, ни времени. Ну, я имею в виду финансовых ресурсов. Ну, представьте, сейчас мы за деньги инвесторов вместо того, чтобы вкладывать в этот самый парк строительства, а будут игрушки сделать. Ну, нормальные люди скажут, нафига нам это надо, выдавать это просто. Так, доброго здравия. Это пишет у нас Дамаскин на Кладбе. Значит, кроме того, что мы семья всемиры, мы служители церкви. не можем других. И все же есть люди, которые поняли, что это финансовый проект, у которого вопрос. Когда мы сможем получить сертификаты? Я ответил на этот вопрос. Как можно передать пока еще доли через нотариуса? Естественно, но можно ли единый текст по этому вопросу юристам создать исходящее из постановления членов управления? во-первых, члены управления будут в отделе развития многоуровня бизнеса, это не юридический отдел. И цель отдела многоуровня бизнеса, развития многоуровня бизнеса, это увеличение объемов и увеличение сети профессиональных сетевых лидеров и партнеров. продажников в области интернета, телефонов и так далее. Телефонных звонков. Так, как передать через нотариуса? Ну, я не знаю, я предполагаю, что вы можете дать все, что угодно через нотариуса, можете прийти и эти доли сразу же сказать, что передаю эти доли тому-то, тому-то. И отдать эти сертификаты и это практически, ну, наверное, будет, я не знаю, это пьюрист, может, я ошибаюсь, говорят, вопрос, и нет, а такие вот домыслы, как бы, доводить не хочется. Если в Канаде, в частности, Торонто, наши акционеры. Да, в Торонто были, помню, в прошлом году, кажется, 50 тысяч или 25 тысяч долларов регистрируют в Торонто. Есть на работе крупной компании этого города руководства осторожничает в них средства. Ну, естественно, будет осторожничать, потому что сегодня мы ставимся высокорисковым проектом, хотя риски сегодня соединены с ними. Так, это встреча, вебинар, благословение вам, всех ваших семье, мы молимся за всех вас. Благодарю, всеми вас. маски на кладбе. Мурнис Белавский. Привет, у меня 64 золотых звезды. Звезды, получить подарки для всех этих звезд или один номер? Естественно, я сегодня уже открытый на этот вопрос. Потому что у меня в наличии первые пять кнопок, которые я выбрал один подарок, телефон с звездом, ни оставлять наград, я больше не имею доступа. Я писал в диалоге на 64 дня, ничего не открытого. Хорошо, напишите еще Татьяне Осиповой, это руководитель службы поддержки, скажите, чтобы вам отменили вот это, и вы бы выбрали то, что вы хотите. Потому что вы можете выбрать только один, обменять только на один какой-то товар, который, то есть, если вы берете там телефон, еще что-то вы можете, какой-то один товар может быть. Дальше пишет Насонова Валентина. Так, извините, я еще не знаю полностью работу компании. А, вы просто, да? Аверьянова Елена. Как и когда можно получить акции? Я уже ответил на этот вопрос. Жоран Бышева, Шан Булат. Ничего, да? Так, Щербань Сергеевич, Мариум, Украина. Андрей Сергеевич, скажи, пожалуйста, СВИК в дальнейшем станет филиалом Академии всякого инвестора или закрытым клубом акционеров Skyway под вашим управлением. Благодарю. Ну, давайте доживем до этих времен, потому что иногда планы одни, потом другие. Наша главная цель сегодня, дорогие друзья, это финансирование Экотехнопарка, чтобы мы быстрее профинансировали строительство, особенно городские, уже хочу вам сказать, в апреле, или в мае, я, я, Андрей Дарьевич, говорил, что у нас может быть уже согласование, ну, так называемая, знаете, это не сертификация, но, в общем, мы говорим это как сертификация транспортной системы, но это согласование некоторых процессов, да, это фактически та же сертификация, это апрель, май, ну, максимум, и день, то есть, как и технопарку, как и тесто, у нас будут уже так называемые сертификации. Поэтому наша главная цель, я еще раз говорю, Skyway Invest Group в этом году наша главная цель это на Экопест привести 2000 инвесторов, из которых 1000 будут профессиональные сетевики с предприятием. Салабанов Роман готов лично к административу сайта на китайском. Переводим. Договор уже сейчас подписан, должны перевести деньги, нам пообещали за месяц, за полтора все перевести. Мы искали долго тех переводчиков и проверяли, то есть, одни переводчики переводили, не то, что нужно. То есть, мы же проверяли нам переводят материал, мы отдаем именно носителям языка, чтобы они это все понимали, а то переведут нам через Google переводчик, к примеру, да, мы вставим, а потом человек не помнит, что он может перевести. Понятно. Дальше. Чакин, Дмитрий, ого, аж целых три вопроса. Доставка сертификатов. Тогда будет доработана схема доставки сертификатов после конвертации. Многие инвесторы, партнеры оплачивают изготовленную доставку, не получая сертификаты, личный опыт. Оплатил доставку сертификатов в конце декабря. Ребят, знаем эту проблему, скажу сразу, 22 февраля мы были, но эту проблему сейчас решили следующим образом. Вы будете оплачивать здесь, у нас, с кабинета, мы передаем эти списки вместе с конвертацией. И все, кто не получил, сегодня эти списки готовятся. И, пожалуйста, обратитесь у нас в ответственный Максим Готият, юрист еще, и служба поддержки Татьяна Осипова. Кому-то и другое, чтобы, если вас перепроверили еще, что у вас такая проблема, вас несет список, и вам все перешли. Мы будем встречаться еще в апреле, если не перешли, пишите мне опять вопросы, напишите им, напишите мне на скайп, в крайнем случае, пишите мне на скайп. Я быстренько тогда подсуечу вон. Теперь оказывается недостаточно просто из кабинета с только оплатить доставку, нужно еще писать поддержку в кабинетной компании и предоставлять все данные. Не знаю, то, что вы написали, это у нас оплата происходит, мы эти данные передаем. Но мы договаривались по крайней мере так. То есть, практически я буду завтра общаться с IT-отделом, я как раз весь этот вопрос. Почему официально об этом не публикуется информация? Есть, например, партнеры, которые не знают просто стать корневой, даже не выделить не там. Я выясню этот вопрос, завтра я отвечу. Переписка поддержки корневой. На староту, я посмотрю вот эти ситуации. Получается так, что человек заказывает республика, ничего лицать не получается. Этот вопрос завтра я выясню, именно с таким делом, в чем у нас проблема, но мы должны были ее решить таким образом, что вы у нас оплачиваете, мы передаем списки и вы получаете по почте. Так, Виктор Собр уже не в директорском составе SWIFT, если возможно, озвучит ситуацию. Виктор Собр у нас в SWIFT есть три направления. Это линейное развитие направления SWIFT, туда входит линейный маркетинг по привлечению инвесторов именно по линейному маркетингу и еще два проекта, которые одноправлены только, чтобы привлекать огромное количество пользователей и потом эти пользователи идут, скажем, вот так через академию. У меня люди идут в академию частного инвестора, на 8 правил частного инвестора, а потом автоматизировано заходят в SkyWay, в то, что в кофе. Виктор сейчас создает именно эти направления, которые будут способствовать увеличению количества наших зарегистрированных подвесторов и он руководитель своего направления. Второе направление в SkyWay в среде SkyWay это направление именно SkyWay технологии развития SkyWay многоуровневой системы развития и за это он не отвечает. Он отвечает только за свои направления. Третье. Каким образом будут уточняться подробности по подаркам после обмена звезд? Я сегодня это уже говорил, что они уточняются, с вами будут вписываться, утверждаться и после этого будут передаваться. то есть извещаться вы будете извещены максимальный срок после 4 мая. То есть у нас план такой, что до конца апреля мы это все проверяем и с 4 мая будут все подарки выдаваться. Но я говорю, что некоторые подарки мы, возможно, будем мраять. Лавровкин Александр, каковы примерные сроки в эксплуатацию таких на парке начала сертификации транспорта? Я уже об этом говорил. Если говорить о юнибусе, он уже практически введен в эксплуатацию. Если говорить о юнибусах, они тоже сегодня проходят вот это вот согласование, так называемая сертификация, поэтому сроки апрель, май, может быть, максимум июнь. Каковы перспективы по евразии? Когда именно взялся программа по глистам земли через СО? Будут возвращены пакеты поезд в кабинет СО? Пакеты поезд в кабинет СО? Не понял я вопроса. А, чтобы брать там, наверное, завтра я тоже в ИКИ отдела узнаю, в чем у нас там проблемы. Перспективы по евразии сегодня еще раз хочу сказать наша главная цель это тысячи сетевых лидеров и профессионалов многоуровневых сетевого бизнеса привезти на ЭКО фестиваль и второй тысячи это инвесторы, то есть простые люди и другие люди, которых мы хотим привезти в ЭКО для того, чтобы они были на ЭКО фестивале и посмотрели все в живую. В каких регионах России будут строиться первые дороги, реализованные первые адресные проекты. Это мы не можем сказать сегодня, потому что мы можем быть готовы сегодня найти инвестор в каком-то регионе, там чиновники могут быть адресные проекты формироваться только после сертификации транспортной системы. Когда проводится сертификация транспортной системы, сегодня у нас много переговоров с разными городами. Какие города быстрее выстрелят, тогда мы и скажем. Что такое быстрее выстрелят? Это согласование с местными властями, что им нужна эта транспортная система на каком-то участке дороги. Это подписание всех документов и это выделение земли под стоимость. То есть это первый трип по так названной водоэксплуатации транспортной системы. Это отвечал на вопрос Лаврускина Александра. Смирнов Алексей КО Евразия к поддержке обращаюсь 60 раз и все наверное напрасно. Почему у вас такая схема зачисления средств? С 1 на 2 17 сделал первый платеж за ЦП1 пока дожидался подтверждения платежа курс доллара поднялся и мне уже не хватает средств на оплату ЦП1. Делаю второй платеж и пока он еще в подтверждении почему так у вас установлено. Плачу по доллару зацепляю в винниках а сумма пополнения рубля. плавнада какая-то. Хорошо, я завтра вопрос выясню у этого самого IT-отдела. Во-первых, у нас там не в долларах сразу, а в рублях, а не в долларах. изначально у нас такое Евразия, российское и потребительское общество и оно скажем в рублях на предземной границе. Но я этот вопрос, который вы написали, завтра озвучу нашему IT-делу, чтобы он ответил. И так как есть email и ваш да, я вижу email, вам ответят на email. Дальше. Полинкова Тамара. Здравствуйте, у меня к вам два вопроса по акциям отработки поддержки. Мои вопросы к теме и день открытых дверей не относятся. Напишите, пожалуйста, откуда я вам могу написать. Пишите, надо было написать сюда. Здравствуйте, Андрей, очень откликаются идеи проекта. Пишет дальше Костовец Ирина. Игорь, Костовец Игорь. Здравствуйте, Андрей, очень откликаются идеи проекта и сам проект. Проблема моего бизнеса в компании в том, что послал 10 предложений достаточно богатым моим знакомым получил 10 рекомендаций. Что это за развод? Что это уже не первая страна такого сценария? Что это пирамида? Такого быть не может. Выбросить деньги на ветер. Это не имеет отношения к реальности. 7, 8, 9, 10. Андрей, здраво, рассуждаю так. обеспеченные бизнесмены так советуют, это имеет под собой какое-то основание. Что вы на это скажете? С уважением музыки. Ну, что я хочу сказать, да? Достаточно богатым понятие растяжимого. Вы меряете, скорее всего, достаточно богатым финансом. но это не единственная пунктик в богатстве. Если посмотреть на пять пальцев, вот первое отвечает за здоровье, второе за отношения, третье за эмоции, четвертое за финансовое развитие и четвертое и пятое судьба. Так вот, если вы меряете только по богатому чему финансам, то я не думаю, что это продвинутый человек. Если человек пишет, что это развод, то я хочу сразу сказать, что это небогатый человек, даже если у него есть деньги. Богатый человек, чтобы вы понимали, прежде чем такое написать, он изучит. А если он изучит, то он уже поймет, что это не развод. И некоторые люди считают бразина и ручки на рынке. Ну или фирмочка, допустим, которая делает какие-то строительные работы. Или еще что-то. вы написали, чем занимаются люди, поэтому большая часть из этих людей, возьму пример, я сейчас строю дом, пригласил электриков, нормальная фирма, вроде бы, они продают все, что связано с электрикой, и навести электрику по дому. то есть схемы на их все нормально. один из их сотрудников начинает грубо, скажем, это я называю хайп тех, с кем я уже работал. Я взбесился, конечно, вчера, знаете, ответил по полной, как донецкий парень, я род с Гродом с Донецка, поэтому если кто-то начинает на меня нажать, я отвечаю по донецким меркам. Грубо и нормально. И что я понял, что когда люди вот так вот хаят конкурента, то этот человек ничего вообще не стоит, потому что первое правило в бизнесе, особенно этика бизнеса, это не ругать конкурента, а похвалить. Первое правило в продажах это похвалить, если человек тебе обращается за советом, то по крайней мере выяснить чуть побольше. Простой пример бизнесмен, а традиционный. Поэтому вот эти записи, которые вы написали, записи, это развод. Это не богатый человек, богатый человек так ответить не мог. Он бы конкретно написал, знаешь, интересное может предложение, или неинтересное, и почему мне неинтересное. Дальше, что это уже не первая страна такого сценария. Какого сценария? Какая страна? Мы в 152 странах сегодня представим. Какой именно страна? Когда говорят, что это пирамида, то человек вообще тогда не понимает, что такое пирамида, а что такое правосудействие. Узнать простой вопрос, скажи мне, а пенсионная программа это пирамида или нет пенсионная? А государство это пирамида или нет? Поэтому уважаемый Игорь, идите на обучение в мастер-профе, и вы поймете, что 10 предложений достаточно богатым людям это ничто. Когда я прошел первое обучение, это был 1998 год, и я там услышал одного парня, который говорит, я в первый месяц провел 300 встреч, и 300 человек мне сказали, что я ненормальный, и это вообще компания ненормальная. И я хотел уйти из бизнеса. Но я своему наставнику сказал, не 300 встреч провел, а ну все. А он говорит, давай хотя бы еще десяток проведем с теми, с кем ты провел, и с новыми людьми. И когда говорит, я начал приглашать людей, чтобы провел мой наставник, я вдруг увидел свои ошибки. Потому что все 10 человек, они вошли в бизнес и заплатили деньги для того, чтобы работать в бизнесе. Поэтому какие предложения вы рассказывали, я не знаю. Есть технология работы в личном кабинете для новичков. И в первую очередь я бы рекомендовал вам изучить все материалы, а не просто рассылать предложения для этих 10 достаточно богатых людей по вашим методам. Опять же говорю, вот то, что вы написали, вот это не имеет отношения к реальности. Но это что за ответ вообще такой? Вот что это за ответ? Как это не имеет отношения к реальности? Сегодня что, мы не имеем транспортного коллапса в мире? Да в Москве транспортная ситуация тюкетская. Практически во многих городах. А если говорить когда зима, весна наступает, и снег тает, и многие города и поселки в комсомольской наамуре, я был, что был момент, когда река вышла из берегов, да, и закопила там часть города. как это не имеет реальность? Сегодня потребность транспортной системы это реальность, самое настоящее. И когда человек такой говорит, скорее всего, я могу сказать, что он не имеет никакого отношения к реальности, непонятно, где он живет, к реальному. Поэтому я еще раз хочу сказать, Игорь, давайте обучаться, у нас обучающих материалов для работы в личном кабинете для новичков огромное количество, а не просто раскидывать эти приглашения. Мой собственный опыт. За первой неделе я распугал 58 человек. И никто мне не сказал, и более того, вы знаете, что были через неделю, я занимаюсь до многоурованного бизнеса. И когда я рассказал всем своим знакомым, знаете, что сказали, у Павратова крыша поехал, у него в обу 100 тысяч долларов, я к какой-то херне там зародил. У меня были люди, которые я шел по улице вот так вот, и он напротив, и я хотел его еще раз пригласить на встречу, он приходил на другую вот он говорил, а почему ты мне не скучался, да мне не рассказал об этой компании. Ну, понимал тебя. Хорошо, дальше. Косовец Игорь. Вернее, Баутская Алла. Скажите, пожалуйста, вы можете предложить мне какую-нибудь работу вашей компании? У меня высшее экономическое образование, опыт работы в бизнесе. Спасибо за помощь, уважение и надежда Алла. Ну, давайте вы, Алла, смотрите, у нас есть вакансий, вы можете там написать о себе, и мы рассмотрим, посмотрим. Но, опять же, хочу сказать, многих людей мы уберем штат работать только после обучения в Мастер-крофт. Далее, здравствуйте, Борлан. Вас интересует вопрос после закрытия входа в корневую компанию. Пойдет письмо на email или надо снимать следовать новости. Конечно же, привет, друзья, это новость, которая мы самые первые будем ее, как только мы получим официально такую новость, мы сразу же ее выложим. Как можно будет получить сертификат на акции после выхода на IPO? Вот здесь, дорогие друзья, хочу вам рекомендовать. У нас, мне кажется, раз в месяц или два раза в месяц проходит обучение по инвестиционной грамотности, которое ведут преподаватели и консультанты академии частного инвестра Артагина Кеановска и Игорь Романенко. Он же по совместительству еще финансовый директор с КВН ВСГРУ. Так вот, дорогие друзья, после выхода на IPO вам никакого сертификата акций вообще не надо. Чтобы вы понимали, вообще в мире документооборот идет электронный. Когда я захожу на фондовый рынок через брокера, я покупаю себе какой-то финансовый инструмент, сегодня можно даже через брокеров фондового рынка России купить американские ценные бумаги, японские, китайские, да со всего мира можно купить там. Хотите акции Apple купите, хотите акции Microsoft, Google, хотите либо бы купить это маски, хотите Газпрома купить акции. Так вот, сертификата никакого не существует. Сертификат, который на сегодня высылается, чтобы вы понимали, идет электронный документооборот и реестром сегодня держатель, есть реестр держатель на Питре у компании, и есть реестр держатель самой компании, она является реестром держательом, когда же выходит на биржу, на фондовый после этого, то какая-то часть акций выходит на биржу от компании, и какую-то часть акций, естественно, держатели акций могут привнести на этот рынок. Но это электронный документооборот, что бывало. И сертификаты, это красивое отражение, выписки из реестров. Ну, чтобы это памятный сертификат, памятный такой момент, который можно повесить на стенку и сказать, вот, но его никто не может забрать и куда-то принести. Вот это еще закончилось, если не ошибаюсь, в 29-м году в Америке в последний раз были такие сертификаты на предъявите, акции. После этого были введены электронные обороты, документы обороты. Далее, Жидок Андрей Михайлович. Почему после прохождения процедуры конвертации обязательства фонда в акции в личном кабинете отражаются только акции на передаче, но не отражаются сертификаты? Мы не имеем права отражать сертификаты, сертификаты вы можете только заказывать и мы сейчас будем еще вести переговоры, чтобы вам по почте их присылали. Когда вам уже выписан сертификат, вам по идее по почте еще должны быть отправлять. Мы этот вопрос тоже будем изучать. В одном из своих куроков вы говорили не столь важно, где заработать деньги, важно, как мне как мне непонятно суть этого. В одном из своих уроков вы говорили не столь важно, где заработать деньги, важно как. Не понял немножко я вопрос. Мне непонятно суть этого. Что не столь важно заработать деньги. А, все, я понял, вы не до конца написали. говорил, не столь важно заработать деньги, как важно научиться сохранять и приумножать ваши деньги. Почему? Потому что любому дураку дается шанс в жизни. Вот ты хочешь сказать, я хочу миллион, хочу миллион, хочу заработать миллион. И заработаешь миллион. Я видел огромное количество людей, зарабатывали миллион. Но я также видел этих людей, которые живут на заграни нищеты, можно так сказать. Хотя в 90-х эти люди, а когда в 80-е разрушились, я помню человека советского миллионера. А сегодня, я последний раз его видел в 96-м году, бомж с бомжом был. Я видел людей, которые в конце 90-х многоуровневым длинным, в середине 90-х, когда в Гербалайф шла компания, в Визион, представьте, были люди, которые чек был 186 тысяч долларов. За два года человек заработал больше 2 миллионов долларов, в 96-98-м год, чтобы понимали, как сегодня наверное где-то 10 миллионов долларов. И когда последний раз я этого человека видел, я тогда для меня он лидер был компании, с которой я начинал. Я его увидел на одном из городов, в отеле в одном же. Я ему рассказал нашей компании, он сказал, а, так это пирамида очередная. Я посмотрел, знаете, человек такой, который для меня был как бы, не знаю, 186 тысяч долларов в чек у него был тогда. Но на него без слез не взгляни. То есть ущербный человек такой. вот мое мнение. Так вот, важно научиться сохранять и приумножать деньги. Для этого нужно быть финансово грамотным, финансово инвестиционно грамотным. И на поэтому основу мы даем 8 правил частного инвестора. Так, дальше. Где же я ... А, Вот. Как быть, если куще потребления кидают все доходы с мизерными суммами и не получается нарастить капитал? Известно ли вам компания RealGold? Нет, неизвестно. Какую залпочную компанию вы посоветовали для инвестирования? Дорогие друзья, я на вебинаре SkyWMG в группе я не советую никаких компетеров. А второй момент, если вы хотите на все эти вопросы получить ответ, тогда пожалуйста в Академию частного инвестора раз в месяц я раз в полтора месяца провожу вебинары. Плюс от Академии частного инвестора у нас отвечают на все вопросы компанию, разбирают компании, что за компания. То есть обучать все и вы сами сможете прокомментировать ту или иную компанию. Именно поэтому мы даем эти знания. А вот как быть, если текущее потребление следует все доходы с мизерными суммами и не получают наносить капитал, вот здесь он рекомендует посмотреть мое видео как один доллар превращается в один миллион долларов. И для вас 8 правил частного инвестора должны стать главными принципиальными. Сегодня новое видео есть на моем канале Андрей Хавратов прогрессивный человек, найдите этот канал в YouTube. Там есть 4 основных принципов сохранения и приумножения ваших средств. Где я четко даю инструкцию это 5 заповедей частного инвестора. Так вот если вы эти 5 заповедей, 5 правил начнут вырабатывать в себе, у вас появятся деньги. Включите эти правила и вы поймете, что можно нарастить капитал. Самое главное начать выполнять все то, что я рекомендую 8 правил частного инвестора. Галеева РФП. Просьба хорошо бы было пробить в дисконт 1.300 много желающих продвести пакет с полным выкупом. Но это не ко мне. К сожалению, закрыт вход, вернее, был переход на следующий этап 9 и сейчас те скажем в дисконте, которые есть для этого этапа. Гуркин Умеля. Хочу попасть на какие условия для этого надо выполнить. 2 апреля вы узнаете. Уважаемый Андрей Ковратов, я посмотрел ваши 8 видео уроков принципов постоянного скучного успеха. Видео под названием «Как начать жить в жизни своей мечты». Вы сказали, что если ваша работа вам не дает перспектив, приходите к нам. Я верю в будущее Skyway и я верю в то, что Skyway изменить. Теперь вопрос, как попасть к вам, как прийти в вашу команду для работы и продвижения Skyway. Обыкновенно остановитесь с партнером, изучайте первые шаги в партнерстве Skyway. И вам приведу пример. Мастер-профил сейчас прошел и человек, я участвовал в одной сессии, сейчас в мастер-профиле только хотел двух, но в одной, но уже наши студенты, которые прошли обучение, сегодня имеют практические навыки, они ведут уже, это представители в основном, это лидеры своих стран, это не просто в какой-то одной стране, люди, которые делаются своими наработками в мастер-профиле, то есть теоретическая часть и практическая часть. Так вот, я послушал одного из людей, мне было интересно отзывы о мастер-профиле, я сказал, я абсолютно новое дело, никогда не работал в этой системе, я за этот месяц заработал 500-500 долларов. Я считаю, что кто из этого в России вновь на 60 в среднем, это 300-000 за первый месяц. Это достаточно хороший результат, когда ты никогда этим не занимался. Поэтому, дорогие друзья, приходите, обучайтесь этому, и вы будете становиться членом команды, растите, у вас есть возможность в будущем попасть, стать лидером фактуры и быть в правлении отделом многоуровневого бизнеса. И самое главное, что в это правление это не так, что человек пришел и все время там остался. Если есть люди, которые делают лучше работу, они будут приходить заменять этого человека. Более того, председатель управления сейчас я, но я дождусь сейчас, я хочу, чтобы появились новые наши лидеры, которые станут, кто-то из них станет председателем управления на год. То есть, в течение года он будет возглавлять именно правление развитием многоуровневого бизнеса. А это я хочу, чтобы было делать 11 членов правления. То есть, это так называемые лидеры структур, лидеры регионов, которые делают бизнес и увеличивают этот бизнес. У вас есть возможность места свободные сейчас, а в будущем своей работой показать. Я приведу вам простой пример. Однажды я пришел в компанию, которая была 5 лет. Российская компания была. Через полтора года я уже показал просто сумасшедшие результаты по развитию региона. Еще через год я стал максимальным статусом президента. И еще через год я возглавлял президентский совет компании. Я возглавлял его почти полтора года. Вот вам результат, доказательство того, что нет разницы, даже если вы придете в Skyway сейчас, у вас есть возможность хорошо поработать, хорошо показать результаты, может быть, через два года вводить управление и будет еще и председательным управлением возглавлять именно управление, развитие именно отдела наговорного бизнеса. Дальше вопрос. Когда можно будет продать первые акции? Я уже отвечал на этот вопрос. В апреле 2018 года у меня последний платеж хотел продлить участие в проекте. Каковы условия продления или возобновления участия в проекте? Заново берете тот АИП, который сейчас есть и получаете те условия, которые там есть. Действительно, мультикарты легко там не будет. Тогда в личном кабинете будут предложения институционных портфель со средствами виртуальными для тренировок. Над этим мы работаем. К сожалению, это достаточно серьезный момент, и мы прорабатываем это все для того, чтобы люди могли так называемый конструктор портфеля создать. Это интересная такая вещь, и одна из задач, чтобы выработать в вас не просто вы смогли выработать инвестиционное мышление, но еще портфельное мышление. Далее. Переводить доли акций в акции обязательно, ведь доли имеют такую журналистическую силу, как сами акции. Дорогие друзья, хороший вопрос, Татьяна, ка вы за Татьяна. Доли это есть, ну, скажем, вот смотрите, понятие доли, акции, шеры, истоки, это одно и то же, фактически одно и то же, только в советском законодательстве и по советском законодательстве доля она выражается как бы в процентном соотношении, а акция это в шестном проценте. Но фактически, если вот где юре и де факто, такое название, почти лет 10 лет латает. Если де юре, то это называется акции, если де факто, то это доля, шеры, или стоки, это одно и то же. Поэтому фактически то, что вы наше писали, это одно и то же. Это доля компании в количественном выражении. Не в процент выражении, а в количественном выражении. Сергей Анатольевич, по маркетингу плану СЛИК в структуре президент минимум 49 392 человека. Большая перспектива моей команды в будущем после распределения долей. Чем я смогу заниматься силами своей структуры в ближайшие 50 лет? Как повлиять? Первый вопрос. Хороший вопрос. Мне кажется, 49 402 человека, наверное, вы тут немножко преувеличили, но, скорее всего, так и будет. Если вы президент, когда вы становитесь президентом, это примерно, да, наверное, структура 50 тысяч человек. И объем, который вы по идее должны будете сделать, это примерно 10 миллионов долларов. Ну, можете даже подсчитать. Так вот, дорогие друзья, почему я занимаюсь Skyway? Я увидел очень большие возможности. Посмотрите, вот я сейчас приведу пример Сергея Анатольевич Лях. Я так думаю, наверное, вы имеете опыт в системе многоуровневого бизнеса, наверное, небольшой, а может быть, даже достаточно хороший. Так вот, 50 миллионов километров дорог – это только вот дороги, которые будут построены. А Skyway мне понравился один из моих знакомых, кто сказал. Skyway – это градообразующая транспортная отель. Значит, вы должны понять, что будут созданы абсолютно новые города с новыми инфраструктурными подразделениями, с новым укладом офиса. И одновременно будут строиться еще абсолютно новый вот взаимоклад общества и новое инфраструктурное поселение, так называемое, города будущего, можно так сказать, да. Так вот, ну, чтобы вы понимали, маленький примерчик. Однажды, когда я тогда еще был в Одессе, и начинал я тогда в Одессе жил, мы просчитывали и предоставляли с некоторыми такими бизнесменами, богатыми тогда общались, в основном тогда они были некоторые из партии региона, ну, в общем, те, которые сегодня, скажем, изгои на Украине. И я показывал и говорил, посмотри, вот, Киев-Одесса, 500 километров, он там 400 километров, пути Skyway, которая будет стоить всего лишь 2 миллиарда долларов, это всего лишь градообразующая транспортная отель. Для того, чтобы создать линейные города и новую инфраструктуру, жизнеуклады, да, это примерно минимальный бюджет, минимальный бюджет, да, примерно 50-100 миллиардов долларов. Ну, улавливайте, да, суть. 2 миллиарда только трасса, а инфраструктурная часть потом, это, скажем так, в 50, в 25-50 раз больше денег. И вот вы говорите, чем заниматься, да, вполне вероятно, кому, если нравится работать с построением структур, с обучением, может быть, вы будете обучать людей, может быть, вы будете инвестиционным консультантом, может быть, вы будете менеджером, проводите специальное обучение, вы будете представлять в своем регионе и сотрудничать уже непосредственно со SkyWay как менеджер по реализации проекта в вашем регионе, а потом и по, скажем, обслуживанию в вашем регионе. То есть, кем вы будете потом быть, но я не знаю. То, что работает, если вы захотите двигаться и развиваться, у вас будет как минимум лет на 200, это точно. Второй вопрос. Как повлияет на SkyWay, в частности, на наш проект SkyWay, в целом, возможно, восстановление СССР в 2016 году? Ага, это хороший вопрос. Конечно, я тоже, у меня ностальгия об СССР. Иногда я вспоминаю, что нам развалили советскую страну, такую державу, сделать мне это просто изменение, и все было бы, наверное, хорошо, вот Китай же смог сохранить. Поэтому, как повлияет на наш проект SkyWay в целом, я думаю, что не на SkyWay повлияет, скорее всего, а SkyWay сегодня влияет на то, что все такое СССР. Это была большая основная безграниц, в первую очередь, да. Конечно, с определенными геологическими моментами, но сегодня уже люди во всем мире, они согласны жить без границ. Сегодня эти границы напрягают, и эти границы нужны не нам с вами, простым людям. Они нужны управленцам, которые могут на этом нагреть руку и так далее, и так далее. Поэтому, вы знаете, у нас границ вообще не будет, если мы будем жить в одном большом таком вот государстве, а мы с вами сегодня реально влияем на этот жизненный уклад общества. Потому что для того, чтобы общество было богатым, вот я хочу сказать, некоторые борются за богатство, за то, чтобы общество было богатое, борьба с бедностью, скажем так. Но вы знаете, что бедность, понятие бедности, это первое, понятие состояния ума. Если человек вот здесь вот, он беден, сколько бы денег ему не дали, он все равно останется бедным. Если человек нищий мозгами, то сколько бы ему денег не дали, он будет нищий. Богатому человеку, если он мозгами богатый, у него забери все деньги, через какое-то количество времени у него будет еще больше. Поэтому в первую очередь, над чем нужно работать, я считаю. И один я, к сожалению, не могу донести до всех информацию о финансовой и национальной грамотности. Это основа, если мы живем в мире денег сегодня, чтобы человек научился управлять деньгами, а не деньги, чтобы управлять деньгами. Вообще, уходим работать над повышением осознанности человека, что он уже богатый, что он уже все может. Положить, заложить философские богатства в голову человека. И тогда у нас не будет бедных государств, у нас не будут вот эти войны, которые происходят, которые хотят устроить, вернее, эти войны, власть имущие, кукловоды, так называемые. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что мы можем очень сильно, импульсивно влиять на развитие любых регионов, если мы все вместе, ну, скажем, будем вместе и мы будем объединяться. Потому что вы знаете, транснет-групп, да, объединяя мир, это наш розыск такой, да. Чего нам разделяться? Нас ничего не разделяет никого. Нас же границ давно нету в интернете, посмотрите, нет границ. Третье. Могу ли я открыть офис в СВИК своем городе без прохождения обучения по программе Мастер-Профи? Нет. Мы даем разрешение открывать, особенно представительство официально, только после обучения Мастер-Профи. После того, когда лично я, я сегодня, лично я отвечаю за сути представительств, я должен знать, кто человек, какая философия этого человека, что он будет знать, что он будет развивать в этом городе, потому что, ну, приведу вам простой пример, да, в Украине почему сейчас круто новое представительство, потому что тот человек, с которым мы работали, но неприятно мне осознавать то, что произошло, да, но оно произошло, и я немножко удивлен этим вещам. И все только потому, что человек не проходил у меня обучение ни в Академии, ни в Мастер-Профи. Поэтому я еще раз хочу сказать, что представительство человека может быть только после проходения Мастер-Профи, и при этом, ну, скажем, у него должна быть еще структура. Толку что? Он прошел Мастер-Профи, он хочет открыть офис, и у него нет структуры. Ну, открой за свои деньги. Ну и что? А что дальше делать? То есть человек должен быстро уметь развивать бизнес. Это два момента. Мы сейчас формируем одни бригады для того, чтобы уезжать. Если есть люди, которые прошли обучение в Мастер-Профи и прошли некоторые тесты там, все, значит, мы даем возможность, а одни бригады приедут и сделают шум в этом городе. Далее отвечаем. Уже 11 часов, дорогие друзья, да? Я думаю, что еще, наверное, 20 минут, вернее, 22.42. У меня еще бригада здесь ждет. Я хочу с ними 15 пообщаться. Так. Вот, задает Газиазов Гильфан Галиниис. В проекте все производственные и организационные вопросы завязаны на президентах компаний, не мусором и хавраке. Вот такое обеспечение безопасности включить, что там будет скучно. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что сегодня и ЮНИСКИ, и Skyway-производство, и Фавратов Свит создает, мы создаем систему. Сегодня у нас уже выстроена система, при которой все это будет двигаться, по крайней мере, по финансированию проекта. Я вам приведу небольшой проект, не проект, а пример. Марк Хьюса нету, это президент компании Гербалайф, не помню, сколько уже лет, нет, наверное, лет 15 лет, наверное. А компания Гербалайф живая, и обороты растут, и лидеры Гербалайф занимают практически всегда первую десятку мировых лидеров. Конечно же, говорить о ЮНИСКИ безопасности, но, поймите, еще раз хочу сказать, да, глупо, скажем, зарезать курицу, которая несет золотой яйца. Это вам такой пример, да? Ну, в этот момент технология ЮНИСКИ, которая есть, да, она находится в надежных руках, и давайте мы об этом думать не будем, и тогда этого не произойдет. А по поводу безопасности, личной безопасности, поймите, сегодня в мире такое происходит, что если это не богоугодное дело, то значит и человека не будет. Если это богоугодное дело, то с человеком ничего не случится. Когда у вас обновится работа в динарах по Евразии, любительный Сергей, когда появятся обещанные сертификаты также на акции, уже ответят. А, в пакетах по Евразии. Вот этот вопрос, хороший вопрос, я завтра выясню, Сергей. Буду общаться с IT-фиректором. Когда сжигаются выплаты дивидендов. Выплаты дивидендов будут, дорогие друзья, я говорил уже не раз, и хочу вам сказать, когда будут реализованы какие-то, скажем, либо адресные проекты, либо продажа, не то что продажа, а реализация каких-то коммерческих вопросов. Ну, приведу пример, да, если реализуется адресный проект, предположим, и в этом адресном проекте мы реализовали за народные деньги, и потом мы хотим это, пришел крупный инвестор, который говорит, а я хочу купить у вас там 50% в доме. И, естественно, компания продает, 50% компаний остается, 50%, ну, нам всем, да, акционерам, 50% выкупают. И тогда, по более завышенной цене, вот тогда могут быть дивиденды. Когда это будет? Ну, тогда, когда произойдет первая реализация адресных проектов. По времени я бы сказал следующее. Из моего опыта все компании, которые начинали развиваться, первые дивиденды, более-менее нормальные дивиденды, платились не ранее, через 7, 8, 9, а иногда 10 лет. Если бы это инвестиционная компания, которая работает на покупке инструментов, получение дивидендов уже работающих бизнесов, да, но когда формируется новая компания, то на дивиденды нужно рассчитывать, ну, не раньше, чем через 5, 7, 8 лет. Не раньше, дорогие друзья. Далее, Василий Георгий Александрович, будет ли в скором времени в СВИКе не северо-кадресном проекте конкретно по транспортированным полезным ископаемым, например, из Саббеты и ряда других? Не могу ничего ответить на этот вопрос. Мы инициируем в первую очередь это то, на что у нас будет сертификация, а это городская система и Венебай. Шамхалов Мухадбат. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, через год смогу ли я раздать и подарить один пакет 150 тысяч долей своим близким? Ну, я не знаю, подарить ли мы, может, хоть завтра, мне кажется, да. Единственное, что документально они могут быть только тогда, когда, скажем, это будет, начнется реализация либо через ИПО, либо через рейс-предерзательный. Ну, что, Мацкин? Тогда, примерно, мы сможем продать часть своих акций. Я уже рассказывал об этом. Как мы сможем их продать? Через кого? Значит, два момента, когда вы можете продавать доля компании, акции компании, шеры, стоки. Значит, шеры вы можете продавать. Что такое шеры? Это примерно как доля компании ООО, допустим, да. Но это тоже, шеры переводятся те же акции. Стоки – это та же акция, как шеры, только уже публичная компания, которая вышла на фондовый рынок. Но тогда у нее стоки. Если публичная компания, то бишь, акционерная компания не вышла на фондовый рынок, у нее тоже шеры. Так вот, реализация происходит либо через фондовую биржу, либо, я был акционером некоторых компаний, где не выходили на фондовую биржу, но я покупал акции через реестр держателей. То есть мы шли к нотариусу через реестр держателя, переоформляли долю компании, я там продал часть своей акции, проснул перестарох умение, и в реестр занесены теперь у меня минус, а у того, который купил, у него плюс. То есть таким образом, я думаю, тоже стоит все, может быть. Не знаю точно, как это может быть в компании реализована. Поэтому еще раз хочу сказать, главная наша задача сегодня на этот фестиваль привести 2000 инвесторов, из которых 1000 будут профессиональные сетевые структурщики. Козлова Татьяна, когда акции будут стоить свой номинал 1 доллар за акцию, отвечаю сразу на этот вопрос, найдите видео, которое называется... Я сейчас его прямо найду и скину. Сейчас я его вам скину. Оно называется... Скайвей. Рост акций и увеличение дивидендов. Посмотрите, там все написано. Как их можно будет продать до IPO, я уже ответил. Когда по вашему будут первые дивиденды, я уже ответил. Построено несколько проектов, запущено в акцию. Когда по вашему будут первые дивиденды, если говорят, что в конце 2020 года будет построено. Построенные адресные проекты, это не означает, что они уже приносят трибыль. А любой адресный проект, построенный, может быть минимум... Он кричал нам на коммерческое предложение, что если даже все будет согласовано, выделена земля, согласована с местными властями, меньше чем за три года не может построен даже 20 километров с пяти, даже 10 километров. То есть строительство где-то три года может быть. И в 2017 году, в конце 2017 года, может начаться строительство. Но это не означает, что это строительство закончится в конце 2017. А дивиденды осуществляются только тогда, когда есть трибыль, дорогие друзья. Далее. Воробзёва. Добрый день, когда... Где будет построен первый эко-дом по проекту Юнистского? Он будет построен недалеко от эко-технопарка, по проекту Юнистского. И может быть даже на эко-фестивале он вполне вероятно может быть даже уже там будет. И мы сможем посмотреть. Но может быть, я не знаю. Всё зависит от того, насколько и как активно и стремительно будем финансировать компанию. Дальше. Карнач Аула. На какую сумму... Какую сумму накопил фонд СВИК на реализации пакетов обучения для участия в адресных проектах? Какую сумму накопил фонд СВИК на реализацию пакетов обучения для участия в адресных проектах? У нас есть резервный фонд в акциях, который... Зачем нам проникнуть деньги в деньгах, когда акции скоро будут стоить большие деньги. Поэтому у нас есть резервный фонд в акциях SkyWay, и мы его держим только в акциях SkyWay. На какую сумму я когда-то об этом говорил, и... Ну, как бы, не хочу сейчас об этом говорить. На большую скажу сразу. Здравствуйте, Андрей. У меня вопрос. Я не вижу личных кабинетных фритералов. Кроме них, я не знаю, что меня с кем я могу осудить какие-либо вопросы. И что подразумевается под спамом, на который могут ударить. То есть, когда вы спамом, называется то, когда вы раскидываете несанкционированно. Ну, к примеру, есть спам-организации, которые рассылают по e-mail ящикам. Вы кидаете нашу ссылку, мы попадаем в активное поле, нас ставят, грубо говоря, в плохой сайт. Мы выясняем, естественно, откуда это приходит. Естественно, после этого мы очень сильно ругаем. Если человек специально это делает, то тогда мы такого человека просто удаляем. А то, что вы говорите из своих рефералов, вы не видите. Ваши рефералы видны, если вы не хотите, вот сейчас зайдите в личный кабинет. В ваших рефералов вы сможете увидеть, есть такой вот отдел структура. Нажимаете на структуру и можете увидеть своих рефералов. Просто чем больше у вас людей, тем больше грузится. И там у вас есть плюсик, вы на плюсик нажимаете и раскрываются ваши рефералы. Это не рефералы называются, а ваши зарегистрированные телеходы в вашей структуре. Вы можете обратиться к вашему непосредственному пригласителю. Он у вас есть, когда вы нажимаете поддержка в личном кабинете, там есть персональный консультант. В персональном консультанте вы увидите вашего пригласителя. Но в данном случае персональный консультант вы увидите и своего личного пригласителя, а тот, кто выше статусом. То есть, чем лучше статус. Но у вас должно быть два человека. Ваш пригласитель и тот, кто выше статус. далее еще последний вопрос дорогие друзья на все вопросы не отвечу я выберу несколько интересных вопросов и быстренько отвечу на два вопроса сколько будет стоить трехдневное обучение в Минске 3 и 5 июля значит там только за зал я не знаю сколько это будет стоить наверное на уровне где там может быть 100-200 долларов 100-200 юнитов это аренда зала который мы будем там снимать а может быть вообще то мы делаем это для мастер профи для консультанта и стоимость именно будет за аренду зала а за проживание вы сами выбираете сделать вытяжку планы свик на 2017-2018 года я озвучил 17 год наша цель это если по российской федерации это выйти как минимум на пять процентов оповещения населения российской федерации и как минимум это миллион зарегистрированных пользователей 2018 год планы следят чтобы у нас было как минимум от 5 до 15 процентов зарегистрированных пользователей во всех во всех странах мира об этом я тоже говорю когда будет следующий профи если не ошибаюсь 15 или 16 мая таки там он если в образовании вы нажмете а нет во вкладах кажется да мастер профи сейчас я вам скажу поставили уже с 20 мая да вот это следующий поток будет можете прочитать там стоит программа обучения и стоимость пока вы можете за тысячу юнитов а с 15 апреля если не ошибаюсь где-то 2200 ну и последний вопрос я не вижу больше вопросов таких похожие все вопросы все вопросы с переводами большая просьба если вам не отвечают лично к Татьяне Осиповой и все эти вопросы озвучите ей и она уже будет связываться с теми людьми которые смогут ответить эти вопросы если вам долго не отвечают значит находите меня в скайпе напишите меня в скайпе лично вот хороший вопрос как скайвей решить транспортную проблему городов населением нескольких миллионов жителей Москва Нью-Йорк и так далее поймите дорогие друзья когда почему мегаполисы появились по одной простой причине что люди вот люди привыкли в доступности 20-30 минут чтобы быть возле на работе ну максимум час да и вот что происходит когда не было в свое время машин пешком люди ходили города были километр на километр потому что километр это примерно полчаса ходьбы а ну максимум потом 2 км когда появились лошадь значит тогда города начали увеличиваться и тогда города уже увеличились если не ошибаюсь где-то там 5 км на 5 км или 10 км на 10 км а когда появились автомобили города начали еще больше увеличиваться на машине можно приехать но когда все начали ездить на машине а каждый третий каждый четвертый уже появился транспортный коллап так вот когда будут ездить поезда венебусы со скоростью 500 км в час тогда человек может жить 500 км вот вы сами себе ответите хотели бы вы жить вдалеке вдали от городской суеты со всеми доступными средствами связан жизнеобеспечением если вам надо на работу приехать вы могли бы максимум за час доехать до своей работы вот кому я не задавал вопросы 99 процентов говорили да хотели бы так вот такие большие города почему они потому что работает человек и здесь жить хочет а если у него будет работа даже за полчаса там 250-300 км и он может за 20-30-40 минут приехать на свою работу то естественно города станут не круглыми квадратами а линейными длинными это абсолютно новый такой вот новая инфраструктура нового жизни вклада общества может быть нового скажем так города устройства где города будут вот как вы думаете что такое Санкт-Петербург Владивосток это не просто дорога это в будущем может быть один большой город 10 тысяч километров ну а что за 20 часов ты можешь приехать из одного конца в город в другой а если это будет тысяч километров в час до 10 погнали хорошо в конце еще раз хочу сказать дорогие друзья главное событие этого года это это фестиваль и будьте там сами не будьте не одни а будьте с вашими партнерами с вашими инвесторами с вашими семьями потому что это праздник который ну бывает раз в жизни пока пока всем счастливо это что это не это не это не это не не